Привет всем любителям зимы, которая продолжается несмотря на календарный март. И что такое первое воскресенье марта? Любой лыжник скажет вам на протяжении последних 100 лет, ну точнее говоря 99 лет, это день, когда проводится самое легендарное, самое престижное, старейшее. И пить это можно продолжать, продолжать подбирать, но в любом случае это гонка королевская. Гонка под названием Вассалопит. В Швеции 90 километров протяженность этой гонки и эту супергонку, квинтэссенцию лыжных гонок мы и будем смотреть в прямом эфире на Матч ТВ. Меня зовут Сила Славьев, ну и я скажу сразу, что нам очень повезло, что сейчас не в Швеции, а у нас в студии Александр Панжинский, серебряный призер Олимпийских игр и также участник, в том числе и Вассалопит. Здравствуйте, дорогие друзья. Воскресное утро сегодня очень марафонское такое. Помимо Вассалопита сегодня заключительный день чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Аберсдорфе, где мужчины будут бежать 50 километров таким же классическим стилем. Ну а мы с вами сейчас, можно сказать, разогреемся этой длинной гонкой 90 километров, как сказал уже Севолод. Вот действительно очень длинная. Наверное, до прошлого сезона она была самой длинной в серии Ски Классик. И вот она не только тяжела и длинна, но она еще, конечно, очень богата своей историей, очень интересна по своей схеме трассы. И действительно, если ее в 77-м году пробежал король Швеции, Карл 16-й Густав. Кстати, тогда в 77-м году победительным стал Иван Гаранин. Иван Гаранин, да. Единственный наш соотечественник, который выигрывал этот легендарный марафон. А вот король Швеции тогда, правда, бежал под каким-то псевдонимом, Карл Бернадот. Ну вот стал первым королем, который бежал в гонку. Вассал опыт преодолел 90 километров. И вот действительно такой пример всем руководителям стран, да. Да, и поэтому в тот же год выиграл гонку Иван Гаранин, принес победу. Иван Гаранин, через 20 лет Михаил Батвинов, также наш земляк, выигрывал, но уже тогда представлял сборную Австрии. Вот такая история. Гонка действительно королевская. Король, представитель династии Бернадотов как раз-таки и стал тогда участником. Ну, кстати говоря, не раз он это делал, а пару раз. А теперь королева. Королева лыжных гонок у вас на экранах. Сегодня возвращение Марит Бьорген. Несмотря на то, что ей уже 41 год исполняется в этом году. Несмотря на то, что она 3 года назад завязала со своей потрясающей карьерой, в которой было и 18 титулов чемпионки мира, и 15 олимпийских медалей, и 114 побед на этапах у Кубка мира. Этот просто список можно продолжать и продолжать. Не сиделась ей спокойно на месте. И Марит Бьорген год назад, точнее говоря, в апреле, когда, видимо, все на карантине загрустили, получила звонок от Бьоргена Окланда, одного из лидеров команды Рогдайндом, и тот спросил, а не хочешь ли подготовиться ты к Васалопе? И Марит Бьорген подумала-подумала и решила, что будет кататься. И сегодня у нас возвращение. Да, действительно, Марит Бьорген возвращается на лыжню. Мы долго этого ждали. Сейчас девушки стартуют, и через 20 минут за ними отправятся мужчины. Организаторы делают это специально, чтобы подгадать примерно одинаковое время финиша, чтобы было интереснее зрителям смотреть вторую часть гонки, когда мужчины будут пытаться догнать представительниц прекрасного пола. Но вот в этом году трасса впервые, наверное, почти за всю историю претерпела изменения. Старт примерно находится сегодня в 800 метров от обычного места старта. И вот эта разгонная часть равнинная почти отсутствует. Девушки стартуют, буквально 50 метров проходят по пологому участку и сразу направляются на подъем, который тоже сегодня претерпел изменения. Это такая, можно сказать, фишка и особенность вассалопыта со старта почти трехкилометровый подъем. Очень крутой, тяжелый. Но в этом году трасса, повторюсь, претерпела изменения из-за того, что река, вдоль которой со старта уходили спортсменки, разлилась. Очень тепло в Швеции. И организаторы, наверное, не справились немножко с тем, чтобы подготовить трассу, как обычно, традиционно. Но в любом случае, наверное, 99% круга все равно остается по-прежнему, традиционный. И, как мы видим, даже представительницы вот этого прекрасного пола настолько сильны, что в подъем едут без мази, так называемым дабл-пуллингом. В целом, это, наверное, особенность этой серии ски-классик. Ну и здесь стоит отметить, наверное, что у организаторов сегодня и не было задачи как-то вот решать эту проблему. Обычно здесь, на вот этой поляне, ну, точнее говоря, чуть дальше, на огромном вот этом озере, да, почти 15, даже 16 тысяч человек стоят одновременно и одновременно по выстрелу пистолета стартуют. Это просто невероятное зрелище, если посмотреть на него с вертолета. Это просто что-то, то, что, я не знаю, бередит душу и мурашки идут по коже. Сейчас здесь, к сожалению, запрещено участие лыжников-любителей. Только вот две сотни профессионалов, там, в сумме 350, женщины плюс мужчины, которые еще стартуют отдельно. И, конечно, это немножко другая ситуация. И здесь не надо было в том числе и вот подготавливать эту огромную-огромную стартовую поляну. Ну и то же самое с подъемом. Вот этот знаменитый стартовый подъем на Вазолопит, он еще знаменит чем? Там есть в середине, такое сужение, не в середине, а в начале, через несколько сотен метров, сужение. И там можно просто вырубить какой-то там столетний дуб, и тогда станет гораздо все проще. Но нет, чтут традиции организаторы. И каждый раз вот здесь вот на этом подъеме пробка, если ты стартуешь не в лидерах. Вот Александр стартовал только лидером. Я как-то стартовал с третьей тысячи и стоял полчаса на этом подъеме, просто повиснув на палках. И никуда никто не двигается. Кто-то пытается выбежать вот там вот между деревьев, там, сняв лыжи. Кто-то еще там что-то пытается сделать. Но в любом случае это тоже часть вот той самой традиции лыжной, которой в Швеции живут. И действительно это гонка королевская. И, кстати говоря, есть даже легенда, собственно говоря, почему она называется Вассолопит. Потому что уже 500 лет назад король Густав Васса по одной версии был недоволен тем, что там его соотечественники не хотят сражаться с датчанами. По другой версии там какие-то интриги. Но не важно. Важно то, что Васса обиделся. Король обиделся на своих подданных. Взял лыжи, надел их и уехал. Подданные почесали, почесали головы через какое-то время. Очнулись и говорят, надо вернуть короля. Отправили двух лучших лыжников. И те догнали короля только через 90 километров. И вот по этому маршруту из городка Селин в город Муру и проходит вот эта гонка. Ну, хорошо, что отправили лучших лыжников. Иначе бы догнали через 150 километров. И сейчас бы лыжники состязались на более длинной дистанции. Но действительно, Вассолопит это такая, наверное, мечта для многих шведов и вообще лыжников. Я сам, когда был молодым спортсменом, мечтал просто приехать, поучаствовать, преодолеть эту дистанцию. В прошлом году, к моему счастью, моя мечта сбылась. Я прочувствовал на себе все эти прелести трассы. Правда, в прошлом сезоне... Правда, кроме пробки на первом подъеме. Да, кроме пробки на первом подъеме. В прошлом сезоне погода не сжалилась над спортсменами, помучала от души. Был снегопад сильный, по колено снега. Но в этом году идеальные, наверное, условия. Возможен даже рекорд трассы, хотя трасса потерпела изменения. И неизвестно, будут ли организаторы, как обычно, выставлять главный приз за установление рекорда трассы. Это автомобиль шведской марки. Поэтому, в любом случае, Вассалоп – это легендарный марафон. И пристальное внимание к нему даже в этом году, хотя запрещены даже зрители вдоль трассы. Но вот 15800 стартовых слотов, то есть, возможно, участие спортсменов. В 2015 году эти все слоты раскупили за 83 секунды. Вы представляете? Полторы минуты. Менее, чем полторы минуты, да. И уже нету возможности вам стартовать. Поэтому люди ждут за несколько дней до этого. Сидят у мониторов телефонов, компьютеров, чтобы успеть за эту минуту-полторы заявиться на старт. Поэтому… Так что гонка начинается задолго. Еще осенью скоростным забегом по клавиатуре. Да, действительно. Ну вот, смотрите, на наших экранах это Брита Йоханссон Норгрен, которая в этом году на первом старте сезона получила жуткие обморожения. И вот на марафоне Ладья Ганелла в Швейцарии… Обморожение пальцев ног. Обморожение пальцев ног в достаточно высокой степени. Грозила чуть ли не ампутация. Но вот восстановилась, долго восстанавливалась. Долго каталась в ботинках своего мужа. Ботинки 45-го размера. Там на 4 или 5 размеров больше, чем у нее самой. И сейчас она тоже бегает в ботинках на один размер больше, чтобы все-таки дать чуть-чуть больше пространства вот этим самым пострадавшим пальцам. Да, но сегодня погода, как я уже повторюсь, идеальная почти. На старте было где-то минус 5 градусов, светит солнышко. Накануне шел небольшой дождь. А ночью даже снежок. А ночью небольшой снежок. Припорошил, чтобы было комфортней. И такая леденистая трасса сегодня, очень быстрое скольжение. Вот у женщин непонятно, получится ли идти большой группой, потому что женщины любят с самого старта задавать высокий темп. А так как в стартом протоколе есть Марит Бьорген, подруга Терезы Юхау, которая вчера продемонстрировала на Чемпионате мира отрыв с первых километров. И уже выигрывала, кстати, 14-е золото чемпионатов мира, сравнялась с Еленой Вяльби. Но до Марит Бьорген пока еще четырех золотых Терезы Юхау не хватает. Да, не хватает до Марит Бьорга, но Терезы Юхау еще все впереди, мне кажется. А вот Марит Бьорген пробует себя в новой дисциплине. 40 лет Марит Бьорген опытная лыжница, хотя этого опыта, наверное, не хватило весной, чтобы подумать, что нужно все-таки заполнять Адамс и систему вот этого антидопинга, которая, она должна контролироваться постоянно, если она пытается продолжать карьеру, если хочет вернуться после рождения детей. И в связи с этим, так как необходимо полгода, чтобы допинг-офицеры имели доступ к тебе, чтобы могли брать у тебя допинг-пробы в любой момент. Поэтому, так как Марит Бьорген напомнил, слишком поздно, поэтому первую часть сезона она вынуждена была пропустить, хотя готовилась, готовилась к Васалопет. И к Марчелонге еще готовилась. Готовилась к Марчелонге, но Марчелонгу вынуждена пропустить. А вот Васалопет, у нее появился шанс, и сегодня, я думаю, она будет пользоваться этим шансом. Видите, с самых первых метров она выходит на лидирующие позиции и задает высокие темпы. И уже практически, ну, 7-8 спортсменок отъезжают от группы преследователей. Это необычно для такой вот быстрой трассы, быстрого снега, но со старта тяжелый подъем, поэтому отрывы возможны. Ну, как будто бы не было вот этих трех лет перерыва. Марит Бьорген говорила о том, что она вот сначала до звонка Йоргена Окленда, год назад, в апреле, точнее говоря, тренировалась за эти два года максимум 4-6 часов в неделю. Более того, еще в течение этого двухлетнего периода у нее была вторая беременность, соответственно, во время беременности она мало тренировалась. Но, правда, тут тоже стоит сделать сноску, но кто такая Марит Бьорген? Во время своей первой беременности она каталась еще в день рождения ребенка, и уже через 8 дней после рождения опять тренировалась и очень скоро вернулась на былой уровень. Но, как бы то ни было, вот за два года она тренировалась максимум 4-6 часов в неделю. Но при этом, при этом, что она делала? Три скоростные, интенсивные, порой интервальные сессии в неделю. Четыре раза в неделю по часику она вроде бы каталась, но при этом три раза из них, что называется, на все деньги. Вот, то есть, наверное, вроде бы немного тренировалась, учитывая такую дистанцию, но, скорее всего, держала былую форму и, конечно, не выходила на пик, но была сильна. Не давала своему организму расслабиться, постоянно выводила его в гоночный стресс. Но вот хочется отметить, что женщины практически с самых первых соревнований было запрещено участвовать на марафоне «Васа Лопет». С 1981 года им разрешили, с 1981 года, но до 1896 они бежали на общих основаниях, не было отдельного зачета. До 1997 года, да, до 1996 года. До 1996 года, а вот... 1990. А вот с 1997 года впервые провели отдельный зачет уже по женщинам, награждали победительниц, чествовали их. И поэтому сейчас, в принципе, не такая большая и богатая история у женского зачета, но в целом марафон, конечно, легендарный. Ну, такая же была история, например, и на бостонском знаменитом легкоатлетическом марафоне. Женщины пробирались в число участников там всеми возможными хитрыми способами. Наклеивали усы там, изображали там какими-то дополнительными накладками более мужскую фигуру. Пролезали на старт, а затем уже на финише, когда все понимали, что вот это бежит женщина, то она привлекала больше внимания к себе, естественно, сразу же в СМИ и так далее. Ну, и, естественно, после этого организаторы разрешили. Ну, и вот мы видим верхушка этого первого знаменитого трехкилометрового подъема. Где разыгрываются очки в горный зачет. И вот сейчас мы видим, как спортсменки приближаются. Возможно, будет какое-то ускорение предпринимать та же Марит Бьоргин, чтобы принести дополнительные очки своей команде. Но нет, спортсменки идут одна за другой, спокойно проезжают эту отсечку. Но Лин Кортгрен выигрывает ее и сейчас пытается уже после нее пропустить сзади идущую Марит Бьоргин. Втроем отъезжают и приличный отрыв уже, посмотрите. И даже Ида Даль, обладательница клетчатой майки, проигрывает уже 11 секунд. Клетчатая майка – это майка горного короля, королевы. Ну, Ида Даль носит ее по праву второй в зачете, потому что Лин Кортгрен также является лидером. И она сейчас упрочила свои позиции в этой номинации. Но вот этот отрыв очень ранний, возможно, будет таким долгоиграющим, потому что очень сильные спортсменки собрались в первой тройке. И сейчас они могут продолжить наращивать свое преимущество. И вот уже Брита Йоханса Норгрен проигрывает 16 секунд. Здесь, мы видим, отстают и остальные участницы, в том числе, как мы видим, и россиянки. Да, вот как раз-таки мы, наконец, имеем возможность поговорить о российских участницах. Из команды «Русская зима» Ольга Царева из республики Коми, которая только что достойно выступала на этапе кубка, финале Кубка России в Сыктывкаре. Вот сейчас у нас в конце десятки, в начале второго десятка. И также в составе команды «Русская зима» здесь в заявке Анастасия Власова, бронзовая медалистка, прошлогодний Тоблак Картина. И, кстати говоря, только что она тоже была серебряной медалисткой в командных спринтерских гонках в Сыктывкаре. И Дина Некрасова, молодая гонщица из Удмуртии. Да, ну а сегодня хочется Анастасию Власову поздравить с ее 30-летием. Замечательный возраст, еще молодая спортсменка, все впереди, вся карьера впереди. И это прекрасный такой период, мне кажется, настает. У нее уже есть опыт, опыт соревновательный, опыт жизненный, и она может реализовывать свой потенциал дальше. Как поется в известной песне, сегодня и водка не во вред. Но мы знаем, что алкоголь вреден. А сегодня, мне кажется, для Анастасии и 90 километров не во вред. В отличном настроении, главное, чтобы она проехала. Надеюсь, она начала чуть-чуть поспокойнее. И на второй части гонки она сможет добавить темпа. Ну вот Дина Некрасова сейчас идет на 20-м месте, пока Анастасию мы не наблюдаем. А вот Ольга Царева на 12-й позиции. Довольно неплохое место и не такое большое отставание еще от лидеров. Ну что ж, на этой оптимистической ноте, когда и Затоник не во вред, мы, конечно, поздравляем и Настю с днем рождения, поздравляем Лину Коржган с тем, что она взяла этот промежуточный финиш. Ну и, наверное, сейчас можно взять небольшую паузу, перевести дух перед стартом мужчин, до которого остается буквально 6-7 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Диана Коржган Диана Коржган Диана Коржган Диана Коржган Сандаларно, где сегодня стартует, а уже точнее стартовал в женской части 97-й марафон Васса Лопет. 90 километров преодолеют и мужчины, и женщины. Сейчас очередь как раз представителей сильного пола, который стартует на 20 минут позже женщин. И постараются догнать их. Посмотрим, на каком километре это удастся. Организаторы ориентируются, что мужчины на финиш приедут примерно на 5 минут раньше. И вот такая просьба для участников, особенно мужской части, быть аккуратными к прекрасным дамам, когда они будут обгонять, быть вежливыми, без контактов обгонять и не мешать им в их борьбе уже в женском зачете. И тут стоит действительно сказать, что сегодня могут быть очень-очень высокие скорости, и, соответственно, есть опасность упасть и получить травму и так далее. Мы вот видели на чемпионате мира в Оберсдорфе немалое количество травм, связанных с тем, что там сложные спуски, повороты и так далее. И здесь вроде бы спуски простые, но лед может внести свои коррективы. А вообще, кстати говоря, насчет спусков, ну, понятно, для элиты спуски простые, но любители вот этих 15 тысяч человек, которые участвуют здесь регулярно на спуске с Рейсберга, где-то вот там на 6 дней, наверное, в середине дистанции где-то примерно, они просто падают огромными пачками, и даже много в интернете можете найти видео, масса лопит, битва, когда там еще со дополнительной озвучкой, как будто бы там кто-то стреляет, люди валятся просто друг на друга, и это действительно такой местный элемент удовольствия, там обязательно собираются все местные жители с фотоаппаратами, видеокамерами и так далее, и все это фиксирует для истории, и там действительно очень красивые кадры. Но это, конечно, у любителей происходит, сегодня любители здесь в гонке участия не принимают, исключительно лучшие из лучших профессионалов, в том числе и гонщики команды «Русская зима», например, Максим Валикжанин. Да, и хочется представить как раз, кто бежит сегодня за нашу российскую команду «Русская зима». Это Максим Валикжанин, как уже ранее сказали, представитель Удмуртии, президент федерации лыжных гонок Удмуртии, который готовился к этому марафону в Рамзау. Представитель Коми. Вот Ермил как раз стоял в клетчатой майке, и мы сейчас видим его выход, но для начала... Макс Новак, да, лидер молодежного зачета. Вот мы видим, что спортсмены до сих пор на старте стоят в масках, и вот такое требование от организаторов, только за минуту до старта можно снять маску. Вот Ермил Вокуев на наших экранах. Республика Коми, поселок Гам, село Мохча, это, кстати говоря, родина и Раисы Сметаниной. И Ермил уже три раза в этом году поднимался на подиум. Победа на Доблых Картина, а также бронза на Марчелонге и, соответственно, медаль на Езерской 50-ке. Да, и самое главное, вот сейчас 48-летний молодой норвежский спринтер Андерс Охланд. 48 лет, почти 50. Да, действительно, олимпийский чемпион 2002 года, еще чемпион мира 2003-го. Очень титулованный спортсмен и легенда вот этой серии Ski Classic. А сейчас на наших экранах лидер общего зачета, победитель уже нескольких марафонов, в том числе и Марчелонга в этом сезоне. Да, Эмил Персон вообще замахнулся в этом году, что называется, на святое, на самый большой в истории лыжных гонок призовой фонд. 100 тысяч евро, который полагался тому, кто взял бы большой шлем, то есть победил на Марчелонге, на Езерской 50-ке, на Васалопед и на Биркебейнер-Ренетт. Вот Васалопед сейчас, но даже если он победит, в любом случае этот трофей не будет разыгран, так как Биркебейнер-Ренетт отменили, будут проводить Эрзац замену гонку в Швеции, Володаль-Ренетт, но и, соответственно, приз этот уже не будет разыгрываться. Однако организаторы все равно попытались утешить Эмили Персона, а также Лин Корсгрен, который также претендует на победу вот этого большого шлема, который разыгрывается в этом сезоне, что они посмотрят в случае, если эти спортсмены сумеют одержать три победы, возможно, они также наградят их какими-то дополнительными бонусами. В общем, это все называется, ведите себя хорошо, а мы подумаем, что с вами делать. Но я думаю, надеется, что никто не выиграет все четыре гонки. Непривычная картинка на старте, мало участников для такой легендарной гонки, повторюсь, 15800 участников ежегодно принимает участие, и эти слоты раскупаются за минуту, за полторы, поэтому сейчас эта картинка связана как раз с пандемией всемирного коронавируса, ограничения очень сильные, и это как бы считается не спортивным мероприятием, а какой-то профессиональной гонкой. Закрытая вечеринка. Закрытая вечеринка, да. В Швеции запрещено сейчас собираться больше, чем по 8 человек, но здесь это не публичное мероприятие, так сказать, поэтому сюда публика не допущена, кроме, конечно же, миллионов зрителей, в том числе и зрителей Матч ТВ. И все готово к старту уже 97-й по счету гонки, потому что три раза за вот эти 100 лет гонка не состоялась. Сегодня была бы сотая гонка, но тем не менее, даже вот войны и так далее не всегда останавливали гонку. Поехали! 90 километров впереди, в том числе и участники команды «Русская зима» отправляются на старт. Здесь, помимо уже названных нами Максима Валикжанина и Ермила Вукуева в составе российской команды Александр Гребенько из Мурманской области и также Дмитрий Баграшов из Республики Удмуртия. И также Алексей Шемякин возвращается на «Русский классик», призер одного из марафонов прошлого сезона. Владия Ганелла, да. Владия Ганелла, да. И представитель Архангельской области. Алексей очень сильный спортсмен. В том году у него стоялся дебют и такой успешный дебют на этой серии. И вот в этом году по разным причинам он не смог принять участие в первой половине сезона. Но вот сегодня его возвращение. Мне кажется, для Алексея эта гонка подходит очень хорошо. Он любит длинные гонки. Он тренируется по невероятное количество часов в день, в неделю. Даже, мне кажется, Александр Большунов иногда ужасается этим цифрам. Но вот Алексей в прошлом сезоне, Алексей Шемякин, не принимал участие в гонке «Васса Лопет». А в этом году приехал, вернулся на международный уровень как раз к этой очень важной 97-й по счету гонки «Васса Лопет». Алексей буквально недавно, сколько ли, 4 дня назад в Сыктывкаре на финале Кубка России в Скиатлоне финишировал четвертым. Уступил в этой финишной борьбе только лишь тем, кто только что был в том числе в составе сборной России, в том числе на чемпионате мира. Сергей Ардашев был третий, Андрей Варьков призер Олимпийских игр и чемпионата мира был вторым. Антон Тимошов выиграл, ну и вот Алексей Шемякин вместе с ними приехал на финиш и был четвертым. А пятым был как раз Александр Гребенько, который также сегодня принимает участие за нашу команду. То есть ребята, это говорит о том, что ребята сейчас очень хорошо готовы, отличная физическая форма. И посмотрим по сегодня очень быстрому, хорошему скольжению. Есть вероятность и вообще команды, тренеры и организаторы предполагают все-таки массовый финиш разборки на вот этих последних километрах. И вот хочется сказать, что со старта 8 лыжней, но затем на первом подъеме всего 4 лыжни. Обогнать крайне сложно, очень узкая трасса. И большой плюс, что Ермил Воку сегодня стартовал вот в этой клетчатой майке, то есть впереди всей группы. У него отличная стартовая позиция, а так как подъем первый сокращен из-за малоснежности и то, что река разлилась. Поэтому вот первый промежуточный финиш, где разыгрываются очки в горный зачет, будет через 2 с небольшим километром. Поэтому для Ермила очень важна была стартовая позиция, он борется за это. Вот мы видим падение Максима Валикжанина, очень обидно. Да, к сожалению, Максим здесь теряет очень много позиций на старте, но вот будем надеяться, что впереди дистанция длинная, 90 километров. Но за очки побороться на вершине этого подъема будет уже сложно. Смотрите, Ермил Воку, что ж такое, в нашей команде не везет с самого старта. Но Ермил мы видели, что уже опять на лидирующей позиции, без поломок и без потери сильно позиции прошла эта вот осечка. Сейчас Ермилу важно, конечно, держать позицию, потому что, повторюсь, очень узкая лыжня, очень узкая трасса, всего 4 лыжни, и поэтому обгонять будет сложно. Ермил лидер сейчас горного зачета. И 99 очков он выигрывает у идущего вторым Петера Элиасона. И сейчас очень важно Ермилу здесь, и, может быть, на следующей гонке, Влада Лос Ренетт, забрать максимум очков для того, чтобы уже обеспечить чисто математически себе вот эту майку, как обеспечил себе Кубок Мира Александр Большунов. Вот поэтому задача сейчас у Ермила обязательная постараться максимум баллов на этом подъеме забрать. Ну, гонка длинная, 90 километров очень сильно отличается от обычного, привычного нам марафона. 50 километров почти в два раза длиннее. И то, что вот это первые несколько километров идут в подъем, и Ермил так достаточно интенсивно работает, ничего страшного, потому что далее после подъема начинаются длинные затяжные равнины, и он может спокойно уйти в хвост группы пилотона и уже отдохнуть. Самое главное сейчас забрать максимальное количество очков на первом промежутке, который, наверное, состоится уже через один километр. А вот нам сейчас картинку переключают, и мы видим, что тройка лидеров немножечко увеличилась, да, то есть к ним подтягиваются еще две спортсменки. И вот эта группа слегка увеличивается, хотя вот, наверное, пятый это идет кто-то представитель местного телевидения, как мы видим. У него такая антенна торчит, и номер другого, да, вида. Скорее всего, местное шведское телевидение запускает своего агента. Зайца. Зайца, да, и который следует, и вот так в онлайн формате передает картинку, очень интересную картинку. Классное решение, находка, и мне кажется, стоит, возможно, перенять такой опыт и использовать наших российских лыжников, которые уже заканчивают свою карьеру для того, чтобы следовать лидерам, особенно в женском зачете. Ну, и мы видим, что гонщица сейчас предпочитает идти без лыжни, несмотря на то, что в лыжне, вот, например, на старте был лед, практически чистый лед. Но здесь, судя по всему, вот тот самый снежок, который шел сегодня ночью, припорошил лыжню. И поэтому девушки, попробовав и лыжню, и, соответственно, вот этот вельвет проратраченной лыжни рядом, решили, что здесь можно ехать быстрее, несмотря на то, что мышцы-стабилизаторы будут уставать, может быть, чуть-чуть больше, тогда, когда ты идешь без лыжни. Ну, и то же самое, естественно, делают и мужчины, так как все понимают, где лыжи катят лучше. И мы можем наблюдать, как у мужчин также тройка сильнейших отъезжает, какой-то уже небольшой отрыв. И посмотрите, кто идет за Эрмилом Вокуиум. Очень сильный спортсмен. Два последних сезона с Кик-Классик, он одерживал победу в общем зачете. Это Андерс Нюгарт. И тоже надо вспомнить, что он пропустил большую часть сезона, потому что он также обморозился на старте сезона. Да, только обморозил он пальцы рук, очень сильно угодил в больницу в Швейцарии, пролежал почти неделю. Грустил там, говорит, никто не говорит по-английски, что его удивило в той части Швейцарии. Да, и тем более по-норвежски, да. Но вот восстановился, вроде бы прошел все необходимые тесты, обследования и сейчас готов возвращаться. Прислал сыр в Норвегию с Ярдалином, прислал сыр в Италию с норвежский для Максима Валикжанина. И уже после этого выполнил свою миссию, подготовился к Вассалопе. Да, действительно, но он является уже победителем позапрошлом году, в 2019 году, одержал победу на этой марафонской гонке Вассалопет. А за ним следует Торас Агьердалин, также очень титулованный спортсмен, одна из легенд, серийский классик. И вот, посмотрите, с каждым толчком все дальше и дальше, эта тройка отъезжает. Скорее всего, они планируют бороться за быстрые секунды именно наверху этого подъема, для того, чтобы максимальное количество очков в горный зачет получить. И интересно то, что здесь нет Петера Эллисона, а именно он отстает от Ермила Вокуева на 99 очков. Тот же Ярдалин проигрывает уже 138 баллов. Ну, а, понятно, у Ньюгора вообще там очков практически нет, потому что он пропустил большую часть сезона. Ну, и на самом деле для Ермила то, что здесь нет Эллисона, это тоже плюс. В любом случае, его отрыв будет продолжать увеличиваться в зачете этой клетчатой майки, в зачете горного короля. Но, конечно, тут важно постараться забрать сейчас максимум баллов. Да. Вот вторую группу возглавляет Мордан Эйде Пэдерсон, победитель последних нескольких лет уже вот в зачете горного короля. И он тоже пытается максимальное количество очков заработать сегодня, попытаться побороться за тройку хотя бы в этом зачете. Но он выигрывал раньше, когда был кофеваром, когда выступал за команду Кафебрюгери, а теперь, когда сменил команду, что-то все пошло не так. Но, тем временем, Ермил Вокуев предпринимает рывок, атаку не ответил на нее Андерс Ньюгор. Ердалин оказался отрезанным, там замешкался. 100 метров до промежуточной опиниша. И сейчас, я думаю, что уже все более-менее понятно. Ердалин пропустил рывок, ну а Ньюгор не поддержал. И, собственно говоря, сейчас только чудом может помешать Ермилу потерять здесь максимум баллов и сохранить эту клещу Майкл. Но, в любом случае, сейчас пока расслабляться не надо, потому что Ердалин может выскочить и как черт из табакерки. Да, ну вот свою второстепенную задачу Ермил выполнил. Победил на первой промежуточной отсечке, забрал максимальное количество очков. Сейчас, я думаю, темп упадет у этой тройки и они дождутся группу. Все, конечно, дождутся. В этом нет никаких сомнений, но здесь очки даются не первой тройке, а еще и следующим гонщикам. Поэтому посмотрим, кто разыграет здесь горные очки. Мортен Эдвин Пендерс 4-й, Антон Карлсон 5-й, Эмил Перцин, кстати, 6-й, несмотря на то, что у него есть желтая майка. Ну и вот смотрим, где россияне. К сожалению, мы не видим Максима Баликжайна. Вот это падение сильно помешало ему побороться за высокие очки. Но как сейчас лидеры будут ждать группу преследований, так и мы с вами дождемся возвращения на лыжню после небольшой паузы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И максимум здесь забирает Ермил Вокуев, что нас не может не радовать. Он упрочил свое лидерство в общем за счете вот этой горной классификации. Получает здесь максимальные 50 баллов. И его отрыв уже составляет 138 очков от Эмила Персона. И это здорово. Этот трофей по итогам сезона Ермил может забрать, даже если пропустит какое-то количество гонок в конце сезона. Да, и кстати, возможно, Ермил как раз и пропустит, который в этом году пройдет впервые 100-километровый марафон 27 марта. Да, Арефьяс Лопет. И там будут также разыгрываться очки в горный зачет. Но большая часть команды уедет на чемпионат России, который пройдет в Кремене. Возможно, только Максим Валикжанин примет участие. И также Алексей Двозкин. Поэтому очень важно, чтобы сейчас Ермил создал комфортное преимущество в этом зачете себе, в горном зачете. И что он и делает, поздравляем вот такой первой локальной задачей. Остальные наши ребята пока держатся в группе преследования. Наверное, сейчас нет смысла выходить на лидирующие позиции. Максим Валикжанин, мы видели падение на самом старте. Он понял, что позиция проиграна и уже за первую промежуточную отсечку побороться не получится. Поэтому делает свое дело, экономит силы. Еще очень-очень много впереди. Но там действительно не так важно, какое ты место занимаешь, условно говоря, 10-е или 50-е. Главное, чтобы не было разрывов. Ну и отметим, что сейчас где-то в шестом десятке Максим Валикжанин, там же неподалеку чуть выше Алексей Шемякин, Александр Гребенько повыше. Где-то в третьем десятке. Но тут сейчас большая группа. И учитывая вот эти предполагаемые высокие скорости и лидок поначалу, здесь даже лучше сидеть сзади и пользоваться вот этим аэродинамическим преимуществом. Дальше, ближе к финишу, не факт, что все будет так, потому что ближе к финишу обещают синоптики, организаторы и так далее, что будет теплеть и будет даже, может быть, плюс. И на самом деле из-за этого кое-какая головная боль у сервисменов команд, как подготовить лыжи. Потому что лыжи в любом случае одна пара на эти 90 километров, а погодные условия отличаются просто разительно на старте и на финише. Да, и в связи с этим как раз практически все мужчины и женщины из элиты бегут без мази. Вот когда мы говорим слово дабл-пулинг, то есть одновременно без шажный ход, когда вот как на картинке сейчас девушки толкаются только двумя руками, не используя отталкивание ногами. Это как раз связано с тем, что посередине лыжи, под колодкой нет мази держания. И поэтому спортсмены не могут отталкиваться ногами. Но это помогает подобрать более универсальную смазку, которая будет работать и на старте, и на финише. Конечно, стоит тренировать больше усиленно верхний плечевой пояс, свои руки, пресс. Это очень тяжелая нагрузка, но это в общем совокупности всех факторов оказывается быстрее. И поэтому спортсмены уже, наверное, лет 10 назад пришли к тому, что длинные марафонские дистанции, особенно когда они проходят из одного города в другой, весенние гонки, намного быстрее получается преодолевать, если не использовать такую традиционную смазку для классического хода с мазью держания, а использовать только мазь парафины, ускорители, мази скольжения. И можно идти толкаясь только руками. Ну и естественно, что скорости тоже, да, возросли. И вот мы отмечали рекордные времена, и то, что вручается даже автомобиль за лучшую скорость, если трасса традиционная. И вот рекорд у мужчин 3 часа 38 минут, установленный Йоргеном Бринком в 2012 году. Ну и тогда же быстрее всех и женщина тоже проехала. Это была Вибеки Скофторут из Норвегии. И вот Вибеки Скофторут, к сожалению, трагически погибшая 3 года назад, была как раз-таки самой быстрой женщиной в истории. 4 часа 8 минут ей понадобилось для того, чтобы преодолеть эту 90-километровую дистанцию. А мы видим, как женская группа лидеров все дальше и дальше отъезжает от группы преследования. Уже не видно даже на экранах, и они отрываются даже от позади идущего телевизионного лыжного мастера. И даже он не выдерживает их темпа. Ну и отмечаем, что все-таки Ида Даль смогла перебраться в эту группу. Она чуть-чуть отставала на вершине этого подъема, но затем на спусках смогла подкатиться. И сейчас сидит в этой группе четвертый, как приклеенная. Ну а на лидирующую позицию у девушек вышла Эмили Флеттен, норвежка. Кстати говоря, получается здесь единственная, да, норвежка, потому что все остальные шведки впереди. А, нет, ну, Марин Бёрген. А как мы могли забыть о Марин Бёрген? Марин Бёрген. Как будто бы и не было этого перерыва. Могла бы и на Чемпионат мира заявиться, и вчера, может быть, бы на медаль бы замахнулась. Да, но в отличие от девушек, у мужчин огромная группа лидеров. И, скорее всего, это очень ожидаемо. И так будет еще порядка, я думаю, нескольких десятков километров, как минимум. Кстати, насчет Юхаук. Вот мы говорили о Терезе Юхаук, 14-кратной чемпионке мира. А это паренек. Карстен Юхаук. Да, и ее брат родной. Младший, да. И вот он здесь тоже пытается в стиле сестрички выступить. Вот. Ну и, правда, как мы видим, то есть, конечно, так легко убежать не дадут. Да, видимо, тактическим приемом его обучала сестра. Но, наверное, не сказала о том, что такой темп нужно держать все километры, не сбавляя. Кстати, насчет сестры. Сестра тоже заявлена на этот сезон в составе команды Рагде Айндом. И есть надежда, что где-нибудь ее мы в этом сезоне увидим. Пока, конечно, трудно сказать, где и когда, но тем не менее. Но, учитывая, что сезон у лыжников, кубковый сезон, совсем скоро закончится. 13-14 марта состоится последний этап, заключительный этап Кубка мира, который был перенесен из Норвегии в Швейцарию, в долину Энгадин. Да, и вот после этого уже лыжники, наверное, будут состязаться только на национальных чемпионатах. И есть возможность принять участие вот в этой серии Ski Classic, которая в этом году заканчивается практически в середине апреля. Юхаук, кстати говоря, вообще-то думала о той самой легендарной норвежской гонке Беркебейнер-Ренетт, но ее отменили. Правда, проведут ее аналог почти по похожему рельефу в Швеции. Володой Ренетт 20 марта, получается. И если Тереза Юхаук свои предсезонные планы воплотит в жизнь, то почему бы ей и не проехать шведскую гонку? Да, это, конечно, не то пальто, что называется, потому что Беркебейнер-Ренетт в Норвегии – это тоже легендарная гонка, и в ней мечтает принять участие каждый, и каждый мечтает выиграть, если говорить о профессиональных гонщиках. Но в любом случае, вот Тереза Юхаук мы, может быть, увидим буквально через две недели в нашем эфире во время трансляции гонки «Ски-классик» с Володой Ренетт. Ну, Тереза Юхаук уже является победителем Беркебейна-Ренетта один раз, и вот, скорее всего, возможно, Тереза не захочет принимать участие, так как это будет проходить не в ее домашней Норвегии, а в Швеции, доехать в другую страну, подвергать себя рискам при переездах. Но вот следующие два марафона пройдут в одном месте, в местечке Володалин, недалеко от Астерсунда, и пройдут они по разным трассам, но старт и финиш будут в одном месте. И что еще хочется сказать? Что мужчины пытаются высокий темп держать, и сейчас на первой позиции норвежский лыжник Торлиф Сурстат, который в прошлом сезоне занял третье место на марафоне. Ну и Карстен Йохаук тоже тут как тут. Наверное, это было одним из условий, да, и Терезы Йохаук, чтобы ее брата тоже взяли в команду, когда она согласилась пробежать что-то в конце сезона. Но в любом случае конец сезона у нас сейчас тоже, что называется, под вопросом. Все живут здесь и сейчас, и все понимают, что в любой момент какие-то гонки могут быть отменены. Но вот Вассалопи-то в прошлом году состоялось, и в этом году тоже проходит. Пусть, конечно, и в урезанном виде, но вот что называется, матч состоится при любой погоде и при любой обстановке кругом. Прошлый сезон как раз Вассалопит завершил сезон серии «Скиклассик», потому что после уже все марафоны были отменены из-за коронавируса. Но вот в этом году организаторы рискнули, несмотря на такие жесткие ограничения со стороны правительства Швеции, провели марафон, пускай и в таком очень узком кругу. Но «Скиклассик» продолжает, продолжает Вассалопит, свою историю пишет уже 97-й раз, и совсем скоро будет юбилейный сотый выпуск этой легендарной гонки. Ну и ровно 100 лет будет в следующем году. Соответственно, я думаю, рассчитывают организаторы, что все страсти по коронавирусу уже уляжутся к тому моменту, и огромный-огромный праздник здесь не проведут. Кстати говоря, насчет праздника, из-за того, что очень много желающих принять участие в этом мероприятии, или лучше сказать операции, да, здесь организаторы проводят целый фестиваль лыж на протяжении недели. Обычно здесь есть и чисто женская гонка, только женщины допускаются, есть и ночная Васса с фонариками, когда едут порой в очень жуткий мороз, есть различные детские старты и так далее. И вот на протяжении недели здесь просто кишмя кишит от лыжников все окрестности, все леса, поля, болота. Здесь, кстати, много болотистых местностей проезжает. Вот сейчас тоже, я думаю, по одному из болот несутся лыжницы. Ну и действительно, это праздник, которым считается, по крайней мере, Швеции, что должен каждый швед принять участие. То есть неважно, лыжник ты стоял ты на лыжах с детства, или вообще там первый раз их увидел, где-нибудь если живешь в Стокгольме, не знаю, в 30 лет все равно ты должен за свою жизнь хотя бы раз, как король Швеции, пройти этот марафон и поставить галочку, что ты это сделал. Ну, кстати, вот в прошлом году, когда я приезжал ставить свою галочку в выполнении этого мечты, достижения этой цели, меня очень удивило, когда накануне гонки вечером в 22 часа огромное количество лыжников собралось на поляне на стартовой. И когда я узнал, что сейчас они в 23 часа вечера будут стартовать на 90 километров с фонариками на лбу, и практически около 10 тысяч участников, представляете, они финишировать будут под утро, или кто-то уже к обеду следующего дня, и огромное количество желающих. Наверное, часть из них, которая не сумела вовремя заявиться на классический, основной вассал опыт, вот принимает участие вот эта неделя, которая предваряет основную гонку. Как раз проходит много стартов для желающих, чтобы реализовать свои амбиции в немного другом формате, в других гонках, но не менее интересных и уникальных по своему свойству. Да, и это действительно традиции, которые живут уже 100 лет здесь, ну или больше, наверное, но и в любом случае это тот самый праздник, который запоминается всем-всем-всем. В общем, каждый уважающий себя швед и или шведка считает, что они обязаны пройти эту дистанцию. Это действительно самая старая, самая длинная, самая массовая гонка. Ну и да, наверное, тысяч под 50 в итоге вот за эту неделю принимает участие в различных стартах в обычный год. Этот год не совсем обычный, как мы понимаем, но в любом случае напоминание об обычной жизни это как раз вот эта наша трансляция. И хочется отметить, вот сейчас лидеры немножко останавливаются, притормаживают, достают трубки. Это они употребляют изотоник, спортивное питание, которое находится у них. Изотоник не во вред сегодня. И вот сегодня изотоник никому не во вред, а очень полезен, потому что длинная гонка, около 4 часов понадобится лыжникам, чтобы преодолеть эту дистанцию. Кстати, Максим Валикзанин появился здесь, на наших экранах, а на предыдущей отметке отсечки был где-то около 60-70 места. И вот он сейчас появляется. А вот хочется продолжить тему насчет питания, как проходит оно. Мы видим на ногах, вот у слева идущего спортсмена прикреплены гели, на поясе подсумок с изотоником, с питьем, трубка, которая крепится к номеру, к стартовому бипу. И вот спортсмены, когда захочет, когда удобно, когда темп гонки позволяет, могут сделать несколько глотков. Также по ходу гонки тренеры, сервис-бригады помогают и на пунктах питания специальных, но пункты питания разбросаны по трассе, так как гонка проходит из одного города в другой совсем. На повторе сейчас падение Максима Валикзанина, очень досадно, и падение одного из итальянских лыжников команды Тим Робинсон-Трантино, за которые в прошлом сезоне я выступал весь сезон. И в этом сезоне мы надеялись увидеть Александра тоже на гонках, но, я думаю, зрители матча точно довольны тем, что у нас Александр выступает в качестве комментатора, призер Олимпийских игр и участник. В ослопе, кстати говоря, частенько в спринтерских разборках Александр набирал очки, и сегодня нас тоже ждет два промежуточных спринтерских финиша. Ну, а сейчас следующая отсечка будет как раз-таки подъезжает к деревушке Смоган мужчины, и здесь вот как раз 10,5 километров отсечка, спуск к Смоган, и вот мы сейчас увидим опять-таки список, кто где, на какой позиции, но группа огромная. Да, но помимо еще бонусных каких-то по очкам, то есть по спринтерским зачетам, зачетам в горном майке, есть еще семь дополнительных промежутков, где призовые небольшие деньги от компании вот шведской автомобильной, и также спортсмены некоторые, которые хотят хоть чуть-чуть заработать также за эту гонку, пытаются вот выбраться вперед и проехать, преодолеть первыми эту отсечку и каких-то небольшие, там может быть 50 евро. Итак, сейчас вот мы видим, что чуть-чуть потеряли контакт получается с группой лидеров российские лыжники, судя по всему. Да, мы сейчас не видели Александра Гребенько, Алексея Шемякина, Дмитрия Баграшова, но ждем, ждем наших ребят. Максим Валикжанин один из лидеров, сейчас гонки, Ермил Вокуев, мне кажется, тоже в группе лидирующей. Да, Ермил вот сейчас 43-й, но там разрывов-то нет, ну то есть это вот, кстати, Гребенько там же, Гребенько там же и Шемякин рядом, но по-моему, чуть-чуть потерял контакт с группой Дмитрий Баграшов, если я правильно понял. Но в любом случае, вы видите, группа нет, Дмитрий тоже в этой первой группе, 15 секунд, здесь вот эти секунды значения не имеют, и подводим итог, сколько человек в первой группе, вот 68, да, по сути, там есть 8-секундный разрыв, но 68 человек держатся сейчас вместе, и вполне возможно, что, кстати говоря, и эти 8 секунд кто-то там доест, а теперь Максим Валикжанин выходит и начинает сольный отрыв. Кстати говоря, в 97-м году, когда победу одержал здесь Михаил Батвинов, правда, тогда он как раз переходил из-под российской юрисдикции в австрийскую, под австрийским флагом побежал, так вот, тогда сотворил просто что-то невероятное Михаил Батвинов, он просто в первый подъем убежал от своих преследователей, и все 90 км в одиночку проехал, и с большим отрывом победил. Да, но конкуренция год от года растет, результаты становятся все плотнее, спортсменов эта серия марафонская привлекает все больше, все более сильные спортсмены, титулованные, и поэтому сейчас практически 70 спортсменов до сих пор держатся вместе, поэтому ранних отрывов ожидать не стоит. Совсем скоро мы вернемся, не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 на чемпионате мира это уже две трети дистанции а тут впереди 70 70 и хочется отметить что особенно у мужчин темп первой части гонки довольно низкие среди лидеров лидеры не пытаются как бы форсировать вот этот расклады гонки в прошлом сезоне был снег и наверное до 50 60 километра все основные претенденты отсиживались хвосте пелотона я принимал участие также и со старта была не очень выгодная позиция упустил отрыв 10 спортсменов уехали практически на минуту и так как бонусные спринтерские промежутки находится в первой половине дистанции то мне так как я боролся все-таки за зеленую майку необходимо было их догнать выходил вперед говорил всем давайте работать вместе но свою часть лидирования я отрабатывал на полную темп был высоким и потихонечку потихонечку приближались отходил в сторону пропускал других ребят и сразу темп падал никто не хотел работать снегопад и плюс еще очень-очень много километров впереди и вот я думаю что только после середины гонки лидеры начали выходить оживляться просыпаться и наращивать свой темп в итоге все-таки торлив сурстад составил компанию мы вдвоем оторвались от большого белотона догнали лидирующую группу к сожалению через пять километров у меня сломался штырек и вот в лесу где нет никакого сервиса и поддержки пришлось три-четыре километра ехать с одной палкой а так как мази держания под колодкой нет это делать очень проблематично мой темп резко упал и практически я лишился шанса бороться за спринтерские промежутки но в любом случае очень интересная гонка запоминающийся и поэтому каждому кто захочет принять участие надеюсь совсем скоро откроет все границы все ограничения снимутся и обязательно приезжайте это легендарная гонка и она заслуживает того чтобы вы уделили ей свое внимание свои силы и насладились вот этим великолепием лыжного спорта ну и кстати говоря действительно это может преодолеть в принципе каждый даже вот любой не спортивный свет проходит но тут стоит отметить что медали финишеров в новосолопе дают не всем кто финишировала всем кто финишировал и уложился в 50 процентов времени сверху времени победителя и поэтому некоторые участники прямо из года в год приезжают им не хватает там буквально 10-15 секунд они все грустят пытаются эту медаль заработать и приезжает приезжает год за годом в общем такой тоже дополнительный стимул а хочется отметить также что существует лимит на прохождение дистанции и всего 10 часов дается спортсменам любителям вот вчера наткнулся на замечательную фотографию когда за три секунды до окончания лимита финишном коридоре чуть ли не тысячи человек стоит еще некоторые на подходе которые уже очевидно не успевают к этому времени и это действительно такой праздник даже я выложил свои социальные сети кто хочет посмотрите но такая очень яркая фотография такое редко где увидишь за три секунды до окончания лимита биткома финишный коридор и наверно там протиснуться негде и это потрясающая картинка показывает что в скандинавии да и во всей европе лыжный спорт очень любят его чтут и им занимаются многие многие тысячи в россии тоже любят лыжные спорты особенно в республиках коми и удмурт и сейчас как раз представители этих двух лыжных регионов во главе нашей не во главе во главе преследования скажем тогда на второй и третьей позиции это ермил вокуев и максим валигжанин трижды серебряный призер олимпийских игр в сочи также чемпион мира в скиатлоне но и соответственно сейчас вот российские лыжники представители команды русская зима вот эту погоню и возглавляют скорость судя по всему чуть-чуть возрастает совсем скоро будет ну как скоро по меркам вассалопит скоро так то есть почти через 10 километров будет промежуточный спринт где как раз и будут разыгрываться очки вот в этот зачет зеленой майки где пока в зеленой майке у нас щеголяет андерс окланд но там он лидирует опять-таки не получает ее вот по наследству что называется потому что большая сумма баллов там у эмила персона но у него более престижная желтая майка на плечах во второй в спринтерском зачете стиан берг кофевар который по-видимому сегодня пропускает гонку и поэтому наверное андерс окланд вышел в этой зеленой майки до сих пор держит ее но сегодня очень близок к нему макс новак всего одно очко позади поэтому будет плотная плотная борьба да и пытается спортсмены держать лидирующей позиции особенно это будет видно через там 5-7 километров когда будет приближаться к промежуточной спринтерской отсечки а вот тот самый тор лейфсурстед который поддержал рывок александра панжинского год назад и кстати говоря тогда ему что называется лыжные боги воздали за это и он в итоге занял третье место получил бронзу и вообще это очень тоже крутое достижение для любого лыжника но и тут стоит отметить что он еще и представитель норвегии например про норвежцев здесь вообще очень интересно за первые 84 года 83 года истории вассалопит лишь один раз норвежец побеждал было просто настоящее проклятие над норвежцами и только в 2004 году когда был как раз таки вассалопит этапом кубка мира тогда победу одержал окланд и с тех пор что это проклятие было снято и вообще последние 8 лет подряд только норвежцы здесь побеждает до этого за первые 84 года 83 года лишь одна была поэтому приезжали крутые норвежцы чемпионами олимпийских игр мечтали взять золото вассалопит но нет заколдованная гонка швеция не отдавала эти медали но и вот я говорю там даже больше до 2004 года больше наших соотечественников побеждала чем норвежцев в этой гонке и напомню иван гаранин был лучшим 77 году в 97 году правда под австрийским флагом победу одержал михаил ботвинов но вот норвежцам ничего не удавалось кстати говоря у женщин дважды побеждала светлана нагейкина в этой гонке один раз под российским флагом один раз под белорусским но в любом случае отмечаем что две победы есть у светланы нагейкиной которая сейчас тоже следит за лыжным спортом и часто приезжает на крупные марафоны лыжные но вот кстати говоря насчет крупных крупнейших российских марафонов вот буквально только что накануне прошел в ярославской области крупнейший российский марафон деминский марафон и туда тоже приехали многие знаменитые лыжники в том числе и наш король лыж николай зимятов и александр завьялов но и участвовали гонки олимпийский чемпион евгений имеете в призер олимпийских игр николай марилов и так далее но правда победу одержал молодой гонщик из москвы дмитрий кондрашов вот так вот интересно закончилась гонка тем не менее стоит отметить что вот это первое воскресенье марта это или первые выходные марта это действительно время когда проводятся легендарные гонки вассалопит но и одновременно с этим вот те кто может быть не получил возможность поехать в швецию могут поучаствовать в российской самой крупной гонке где принимает участие тоже более двух с половиной тысяч человек одновременно да и сегодня как раз на деминском марафоне проходит второй день состязаний классическим стилем 25 километров полумарафон лыжный и поддерживают они участников ассалопы то пускай более меньшей дистанцией хочется также несколько слов благодарности сказать георгию кадыкову арбелиане на вера шалопыт в этом сезоне не повезло с погода им на таком и известном и уже практически легендарном марафоне в дубне николов перевоз начале был невероятно какой-то где трассы кадыковский как сбрасывали в социальных сетях был снегопад пришлось перенести трассу в последний момент уже а затем нас вновь назначенную дату дождь сильная оттепель и так как марафон проходит по руслу реки получилось что не бежали оплыли это было водный марафон водных лыж и вот наверное стоит пожелать эти развития и поддержать немножко этой серии рашал опыт и в первую очередь на нас сесть за стол переговоров с тем кто отвечает за погоду московском регионе переговорить договориться и чтобы вновь в следующем сезонах уже никакая погода не мешала только помогала и радовал как сейчас на картинке которые мы видим солнышко легкий морозец и идеальная трасса зато у них ратрак появился называется но и вот здесь отротраченные трассы в моунгс бодерне моунгс бодерне даже скорее да и это спринт спринт первый у девушек будут разыграться очки лина корфирин забирает здесь максимальную сумму баллов все косит просто все горные очки спринтерские очки ну или тоже желтая майка но обратим внимание катарина смутно и лин семскара также те крокон в эту группу также добавились и теперь уже семь девушек идут в отрыве смотрим где же там российские участницы ольга царева было лучшее из наших на предыдущие отсечки брида юхансон орган здесь потеряла контакт с этой первой группой в компании с ней еще у нас здесь анит герне альнас но и вот тот самый лыжник с антенной за спиной да шведский телепузик но так не подобрала да вот брида юхансон орган вот эту группу так и держится отрыв 15-20 секунд очень сложно идти вдвоем так как на большой скорости поток ветра сильнее встречного ветра и догонять им будет вдвоем не просто необходимо мне кажется сделать небольшое ускорение чтобы влиться в группу и дальше уже сбавить на свои усилия и попытаться восстановить силы ждем наших девушек на этой первой спринтерской отсечки сожалению каких-то дополнительных бонусных очков нашей команде русская зима получить не получится так всего пять спортсменок получает мужчин 10 мужчин 10 да так как конкуренция намного выше но и мужчины обычно делают такое явное ускорение идет ожесточенная борьба у девушек мы видели как ехал пилотона друг за другом спина так они проехали никаких ускорений никто не здесь не белотон здесь просто отрыв если у мужчин будет отрыв то тоже вполне возможно ускорение не будет если там не будет записных спринтеров таких как александр банджинский который здесь частенько боролся за спринтерские очки сейчас кстати говоря максим валигжане располагается на пятом месте в зачете спринтеров ну а здесь продолжает в монгс будерну подъезжать девчонки ени ларсен кстати говоря как и да даль который хорошо выступает молодежной категории хоть и сейчас у них другие майки на плечах вот тоже здесь в этой первой десятке но первые пять получают очки в том числе и марит бьоргин посмотрим как сейчас подкатит в ольга царева вот она 12 на этой отсечке монгс бодерни уступает одну минуту 48 секунд к сожалению минутный разрыв вот между ени ларсен и идущий на 10 позиции и ольга царева которая вместе с эллин молин идет сейчас на 11 12 позиции вот здесь вот местечки монгс будерна такой вот лес по таким болотам лесам деревням хуторам едут участники но обратите внимание везде идеальная лыжня прорезанная подготовленная но хочется рассказать по каким деревням лесами ехали наши спортсмены с финала кубка россии из сыктывкара ольга царева дмитрий баграшов с тренером виктором ревиным сдали ковид тест так все правильно отрицательный в сыктывкаре прилетели с этим тестом в швецию однако швеции такие правила что всего лишь в течение 48 часов необходимо пройти вот с этим положительным тестом от момента сдачи прошел уже 51 час к сожалению три лишних часа шведские пограничники отказали во въезде подержали всю ночь в небольшом закутке наших спортсменов и тренера и пришлось лететь на следующий день уже в хельсинки самолетом чтобы там сдать тест потому что шведские пограничники отказались вообще даже общаться и сказали мы вас не пускаем нашу страну тест сдать вы у нас не можете улетайте обратно вот да наши ребята улетели в хельсинки сдали тест прилетели обратно и уже тогда пустили их на этом приключение не закончились на одном поезде они доехали до пересадочной станции где следующий поезд сломался отменили поезд пришлось им менять свой маршрут ехали несколько часов до фаула на шведского откуда их уже забирал менеджер команды андрей тютерев и еще два с лишним часа добирались до места то есть почти 33 дня ушло на дорогу до учитывая что можно было и на лыжах то учитывая что спортсмены уехали из сыктывкара сразу после ски атлона это 15 и 30 километров то есть утомленные и вот три дня в дороге провелись сегодня конечно это явно сказывается и на ольге это видно до отрыв растет но тем не менее она сегодня по-прежнему лучше среди нашей команды и борется борется с собой с обстоятельствами которые помешали ей отдохнуть за эти прошедшие три дня но надеемся что гонка длинная на спусковой части круга она немножко восстановит свои силы и постарается приблизиться к лидерам ну и в прошлом году тоже ольга принимала участие в вас алопит здесь вместе с максимом валикжанином они были в составе русской зимы годом ранее но и тогда тоже не удалось побороться за место в тройке но тем не менее получила опыт опыт очень полезный ольга и насколько я помню тогда она была в десятке сильнейших но и в этом сезоне да в принципе она все время железно в десятке там шестое место 5 4 нет 4 не было пока но в общем 6 5 и будем надеяться что удастся вернуться опять-таки в первую десятку ольги царёвой представительницы республики коми и посмотрите по картинке отчетливо видно как ермил вокуев очень расслабленно идет мне кажется дышит сейчас даже носом и в огромный запас сил чувствуется в нем рядом идущий торлиф сюрс тот призер прошлого вас алопат прошлогоднего такой некой гримасой на лице сейчас уже мне кажется начинает терпеть и чувствует утомление поэтому ермил конечно силен в этом году показывает очень стабильно высокие результаты он любитель вот этого стиля передвижения одновременно бесшажный ход или дабл полинг как принято сейчас называть и с удовольствием принимает участие уже давно отмечали все эксперты и тренеры что ермилу подходит именно вот эти гонки длинные где необходимо толкаться только верхним плечевым поясом и в этом сезоне ермил по-настоящему раскрылся для нас для соперников хотя уже в прошлом сезоне держал свою первую победу но в этом сезоне стабильность его нас радует и поражает что-то знали организаторы серийский классик который постоянно прямо отдельные новости выкладывали ермил волкуев фаворит такой-то гонки ермил волков обязательно поборется за победу на биркебейнер рэнет хотя до этого у ермила были в основном четвертые места ну и накаркали что называется спасибо большое и в этом сезоне ермил уже трижды поднимался на подиум и сегодня безусловно является одним из претендентов на самые высокие места но правда тут стоит отметить что дистанция 90 километров это все-таки немного другой калинкор что называется и тут нету гарантии ни у кого что он будет себя чувствовать так же здорово после того как пробежит 70 километров там бывает начинает сводить мышцы пресса еще что-то все мышцы сводить абсолютно все мышцы организма вот тут очень важно следить за питанием постоянно вот получать эту подпитку поэтому подавляющее большинство как мы видим едет вот нагрузившись и поясом с водой ну точнее говоря с изотоническим напитком есть гели кстати говоря вот и говорю что на ногах гели закреплены у соперников максима валигжанина у самого максима валигжанина карманчик на икре вот сзади комбинезона он сам собственно говоря проектирует эти костюмы для команды русская зима и именно он как раз и предложил эти вот карманчики на лодыжках на икре делать для того чтобы было удобно перевозить те самые энергетические гели которые помогут вот на такой длинной длинной дистанции по провинции даллар на 90 километров сегодня в меню у участников этого легендарнейшего марафона васа лопит по следам короля густов и вас и графика показывал нам сейчас насколько мужская группа лидеров далеко от женщин приближается понемногу пока но вот каждый раз кто-то из соперников предпринимает небольшое ускорение пытается разогнать темп группы лидеров но сейчас пахнет то есть той самой спринтерской разборкой потому что уже остается около двух километров до промежуточного финиша и сейчас подтянутся те кто рассчитывает тут на спринтерские баллы и может быть на те самые финансовые бонусы в том числе и андерс оклан который сегодня по-прежнему едет зеленые майки хотя не сильно претендует наверно уже на победу в общем зачете но вот эмиль персон наверняка будет выходить вперед лидер общего зачета в желтой майке сегодня он участвует в шведский лыжник который одержал победу на престижнейший престижнейшим марафоне марчелонга в этом году и вот пытается собрать все трофеи также он победитель и жерской 50 к и вот третий шанс у него из трех вассал опыт если выиграть его то практически вот это в усеченном виде большой шлем этого сезона у него в руках и будет ждать решение уже организаторский классика каком-то дополнительном вознаграждении за это но правда тоже для того чтобы этого вознаграждения получить надо будет все-таки еще володальс ранит выиграть ту самая гонка которая заменит бирки бейнер ренет уже через две недели но сейчас амил персон на 15 очков опережает спринтерском зачете стена бэрга и на 61 очко андерса окланда я думаю что эмил персон наверняка сейчас включится потому что он тоже пока еще не уверен в своих силах как претендента на желтую майку на общий зачет он прошлом сезоне тоже начинал здорово с побед но в итоге потом растерял то преимущество андерс нюгер забрал желтую майку и 90 километров для него такая тоже еще неизведанная территория что называется прошлом году он просто провалился на этой гонке устал где-то там километре на 70 там тоже наверное но и поэтому возможно вот за этой самой синицы в руках за зеленой спринтерской майкой он погонится потому что желтая майка вроде бы хорошо но с другой стороны не факт что у него хватит выносливости мы сейчас видели его тренер дал ермилу в оку его бутылочку с напитком да помимо того что на поясе у них есть собственная жидкость или гели питательные кита смеси на каждом промежуточном куда отсечки где есть возможность сервис бригадам и тренером остановиться припарховать машины и дать и либо инвентарь случае поломки либо дать какие-то напитки и информацию по ходу гонки вот они пытаются также дать бутылочки с водой возможно это что-то другое потому что нет возможности постоянно менять вид напитка да у тебя один бак и ты пьешь только то что у тебя в нем а возможно вот именно смена какого-то состава концентрации или вообще другой вид напитка как раз разнообразие разнообразие необходима именно длина для таких длинных гонках как вассало под 90 километров тут стоит отметить что тренер это тоже устраивают свою собственную гонку на машинах вдоль трассы вдоль трассы целина до муры там просто идет постоянно как и караван несется все бибикают и пытаются успеть пытаются успеть тому моменту когда пройдут там гонщики не всегда это просто есть пробки есть там встречное движение особенно во время когда проводится вот большой старт и здесь очень важно важно успеть и здесь команды русская зима тоже такой большой штаб тренерский это и спортивный директор андрей тютерев и гендиректор никита там и заместитель гендиректора юрий кирьянов они приехали специально из москвы для того чтобы вот помогать здесь в этой очень непростой непростой задачи вот обеспечить участников питьем на протяжении всей дистанции и там вот под на автобусах на микро автобусах будут нестись вдоль трассы и вот приближаются спортсмены к финишу спринтер скому промежутку первому спринтер скому финиша уже менее двухсот метров остается ермил вокуев занимает лидирующую позицию похоже он сегодня пытается принести максимальное количество очков на промежуточных финишей вот этот первый промежуток очень такой необычный интересный и опасный в том числе потому что после спуска следует небольшой поворот и короткая прямая порядка 30-40 метров поэтому на спуск уже необходимо сесть первым сейчас посмотрим да к сожалению это здесь очень сложно и на ногах хотели посмотрим каким он заедет как мы и ожидали стал бороться здесь за победу в том числе здесь еще и фото финиш и участвовал оскар кардин чех штучек но и его как где-то в пятерке сильнейших в любом случае тут и педерсон и ярдалин в общем те же имена в основном смотрим где остальные участники команды немножечко посмотрите отстает дмитрий баграшов пытается вернуться в группу и алексей шемякин вот уже небольшой просвет это конечно не совсем хорошо но сейчас последует спусковая часть и есть шанс что алексей вернется в группу что темп группы немножко сбавится после как раз промежуточного финиша и мы узнаем действительно вернулся ли в борьбу за призовые места наш спортсмен который в этом сегодня дебютирует в этом сезоне вернулся обратно на марафонскую серию международную и вот посмотрим но мы видим что уже и женщин обогнали мужчины некоторые женщины уже среди мужчин пытаются не затеряться напомним что на старт допускалась порядка 400 спортсменов это не более ста женщин и не более 300 мужчин помимо элиты ski classic допускалась также элитная группа вассалоп это спортсмены которые предыдущие сезоны попадали вот в топ 200 топ 250 и своими результатами прошлых лет доказали то что они могут показать высокий результат и от мы их можно относить действительно к лейте лыжного спорта очень непростой финиш смотрим еще раз повтор здесь вылетали из лыжные участники тут можно было и потерять все равновесие но опытные гонщики все устояли вот кстати говоря мне кажется не персон выиграл суде вот поэтому а гонщик как раз в лутава фанд чешской команды штучек должен стать первым но посмотрим сейчас проявку пленки фотофиниша как раз появится у нас совсем скоро табличка на экранах кто будет первым не все-таки персон первый фабиан штучек 2 оскар кардин 3 но и ермил боков также приносит очки команде русская зима которая кстати говоря мы видели по промежуточным вот этим отсечкам пока шла на третьем месте возможно сейчас тоже где-то будет рядом пятерки сильнейших и стоит отметить что команда русская зима сейчас вот после прошедших уже гонок занимает третье место в общекомандном зачете это очень-очень здорово до этого вот год назад рекорд установил опять же команда русская зима став пятой в общем зачете очень здорово команда выступает с ней теперь считаются ну а пока смотрим за позициями россиян на двадцать третьем месте максим валигжане но он в этой первой группе и здесь неважно 1 2 3 или 23 ты главное не допустить отрыва отставания александр гребенько тоже в этой группе на сороковой позиции и посмотрим позицию остальных наших ребят дмитрий баграшов на 44 позиции 15 секунд уверен что он сократит а вот алексей шемякин 20 секунд отстает от лидеров но там же и петер эллисон так что я думаю петер подтянет у петера нет ускорения он не любит делать все ускорения но зато он кстати говоря и побеждал здесь тоже не раз и уезжал уезжал петер эллисон и в прошлом году как раз победу до держал петер эллисон и так вот этот фото финиш все-таки чех уступает какие-то миллиметры шведу амилу персу на которой тоже стиле элины коржгрен забирает все здесь бонусы гонка гонок самая престижная самая массовая самая культовая самая длинная и так далее все эти эпитеты о васа лопит королевской гонке которая продолжается в прямом эфире на матч тв ну и мы конечно же с замиранием сердца следим за всеми событиями которые здесь происходят много тут исторических событий было это действительно гонка где чтут традиции но и сегодня мы также обращаем внимание и на возвращение марит бьеркин которая в этой группе ну вот нам показывают ее соотечественницу гораздо более молодой тэмурут но и бьеркин здесь тут как тут вот в этой оранжевой повязки 14 граммит 18-кратная чемпионка мира 15-кратная обладательница медали 114 побед у нее 114 побед на этапах кубка мира но и в общем можно долго 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 все перечислять но в восемнадцатом году повесила лыжи на гвоздь после очередного успеха после того как стала по моему девятикратная лепестка чемпионкой обладательницей вот 15 медалей до восьмикратной лепестка чемпионки сравнялась с бьерном деле но решила вернуться надоело сидеть дома в декрете так сказать но марит бьеркин считается самой титулованной спортсменкой из зимних видов спорта из зимних олимпийских вида спорт 15 медалей с олимпийских игр 8 из них золотых и да и вот она наверно не повесила лыжи на гвоздь а поменяла на пеленки и подгузники и соски да у нее замечательная семья которые дети и вот но наверное зов сердца к лыжне да не смогла остаться в стороне и увидела новый способ реализовывать свой огромный потенциал свою одаренность уже немножко в других гонках более длинных менее ответственных наверное но тем не менее не менее интересных и вот сейчас мы видим возвращение марит бьерга до этой легендарной лыжницы которая в любом случае украшает любое лыжное мероприятие кстати говоря бьеркин вообще на вас а лопит как бы побеждала да вот мы видим бритта йохан норган усилием воли возвращается похоже в эту группу ну что ж она здесь тоже побеждала побеждала не раз и так вот что касается марит бьергин то она так-то выигрывала здесь гонку но тогда это был этап кубка мира и мужчины побежали 90 километров а женщин отправили на 45 километров и там бьергин уверенно победила но и в тот год официальной победительницы именно в ассалопе на 90 километров стала кристина полузели они марит бьерги но этап кубка мира в рамках вот получается чей вас он вот этой женской вас и тогда на 45 километров выиграла уверенно марит бьергин так что эти трассы ей тоже знакомы 15 лет назад она здесь уже праздновала победу и тогда 15 лет назад никаких сомнений даже не было бы в том что она бы выигрывает 90 километровую гонку но сейчас есть тут специалистки именно дабл полинга которые сильны именно в этом стиле передвижения вот одновременно в бесшажном ходе и в том числе это и брита юханса норган но сама марит бьергина рассказывала вот в недавнем интервью что она большое внимание как раз таки уделяла дабл полинга вот начиная вот с прошлого мая стала как-то как сейчас по моему как раз никита евгеньевич там пробежал прямо перед петером элиссоном прошлогодним победителем этой гонки ну и что касается марит бьергина туда она начала тренироваться в мае минувшего года поехала на тренировочный сбор с команды рак де айндом то есть как раз в том числе с петером элиссен прошлогодним победителем победителем 2015 года но и говорит что впервые за четыре почти года встала на роллеры и на первой же тренировке так устала после там третьей тренировки что плюнула на все ушла домой сказала что руки болели и так далее но потихоньку втянулась втянулась и сейчас как мы видим тянулась по журнаме перед лидирует на этой гонке да и по моему без устали сейчас толкается но в любом случае 45 километров она уже побеждала здесь в 2006 году то есть до 45 километра в любом случае она будет в лидерах посмотрим что будет на второй части которая ей пока что неведомо действительно ощущение на марафоне вассал опыт очень сильно отличается от привычного когда в прошлом году я сам участвовал когда ты проезжаешь уже 60 километров и видишь впереди табличку еще 30 наверное остаток сила куда-то исчезает дух куда-то падает и это очень сложно очень длинная даже марчелонга тяжелее еще 50 километров ты знаешь что 50 километров это стандартный марафон ты пересекаешь 50 километров и тебе 40 дощится даже после преодоления 70 километров равной длинного марафона марчелонга тебе еще целых 20 километров это просто невероятно длинная гонка действительно 9 нужно в обратном порядке считать когда ты проходишь отсечку 20 километров так мне до финиша еще марчелонга прошел отметку 40 километров так мне до финиша еще там марафон обычный и так далее ну да да но в любом случае вассал опыт всегда стоял особняком и своей длиной и своей массовостью своей историей и наиболее на престижный марафон во всем мире как раз именно шведский вассал опыт который на следующий год уже будет праздновать 100-летний юбилей со дня проведения первого старта ну и через несколько лет мы надеемся что сотый юбилейный выпуск это старта да напомню что три раза отменялись по разным причинам гонки но трасса всегда с первых своих лет практически без изменений и вот вчера наткнулся на интересное видео где вот первый год 1922 и уже были черно-белые такие съемки и никакой трассы практически не было бежали по лесу по полям да на финише встречала уже конечно небольшая толпа чествовали угощали пряниками но вот уже есть кадры поэтому если кому интересно посмотрите 1922 год первый вассал опыт первый выпуск этот и действительно тогда спортсмены наверное немного по-другому выглядели техника была совсем другая и вот этого дабл полинга который мы сейчас видим одновременно без сажного хода спортсмены использовали очень мало да и лыжи были другие лыжи другие палки были с кольцами с гигантскими и трасса практически не готовила сейчас очень жесткий практически говорят стол лыжники то есть отталкиваться можно как от бетона или асфальта и специальная техника работает но так кстати говоря не всегда бывало и тогда что идет снегопад в ночь перед стартом в итоге только одна лыжня вот тут нарезаны на всем протяжении по 3-4 лыжни бывает так что все предпочитают только одну лыжню потому что она уже прокатана а если выходишь из этой прокатанной лыжни то там пара сантиметров снега лыжи никуда не едут и становится очень сложно даже обогнать кого-либо так было и в прошлом году и как раз есть очень сложный участок около 45 45-50 километр узкая часть круга и обогнать сложно там даже когда нет снега но когда выпадает свежий снег лыжни там практически не остается и обгонять друг друга становится проблематично возможны поломки инвентаря и падение ну да и напомню что в прошлом году была поломка инвентаря у александра панжинского в том самом по погоне за спринтерскими очками к сожалению не повезло подвела палка сломался штырек но вот такое случается и в жизни в том числе спортивной жизни мы видим многое зависит том числе и от вот таких ну можно сказать случайности как например вот на чемпионате мира вот сейчас в эстафете женской швеция просто замазалась и лишилась всех шансов на поеду несмотря на то что были главными фаворитами ну а сегодня шведские лыжники тоже сейчас пытаются лыжницы пытаются навязать борьбу и вот брита йохасон ногран самая сильная шведская лыжница последних лет возвращается в группу лидеров да по и возвращается на лыжню после своего обморожения на первом старте сезона ну и она здесь кстати побеждала два года назад и четыре года назад то есть в нечетные годы она привыкла побеждать ну и вот сейчас как раз у нас нечетный год но правда тут марит бьеркин может вмешаться смотрим эту группу полна соответственно увеличивается да пока размерах но до шести спортсменок да ли на корж гон мари бьеркин тему руд и они приезжают городок бритта дачи приезжает городок ризберг где очередной пункт питания а вот линд сомска да и не бритта йохасон ногран опять выпадает из группы лидеров 15 секунд отрыв и не получилось у нее задержаться до в этой лидирующей группе сожалению видимо марит бьеркин и линкорстрин опять взвинтили темп нарастили свои скорости и пытается разорвать группу уменьшить количество участников в борьбе за призовую тройку ну на самом деле тут может быть и лыжи тоже не идеально работают у бритта йохасон орган потому что вот сюда к этому самому рейсбергу идет такое тоже спуск тот самый веселый спуск где падают в огромном количестве любители и возможно что здесь на спуске чуть-чуть не смогла подтянуться а наоборот отстала отпустила этих лидеров бритта йохасон орган хочется сказать что очень много участников кубка мира пытается побороться за победу вот в этой серийский классик на разных стартах и вани сканин после олимпийских игр 2018 года в финском а у ля с леи пытался выиграть однако остался пятым в прошлом сезоне на марчелонгу приезжали и и тарео колония еще рет и но вот к сожалению для них все-таки специфика этих дистанций очень длинные гонки и где нет смены и техники нет смены и вот хода лыжного все-таки необходима на немножко специальная подготовка и конкуренции который растет из года в год даже внутри этой серийский классик приводит тому что спортсмены кубка мира лидеры кубка мира не могут побеждать очень интересно мне кажется для всех сейчас было бы как александр большунов смотрелся бы на вот этих гонках но сегодня у александра большиного другая задача задача мы надеемся что у нас появится новый король лыж да но смотрите да сегодня трансляцию уже после гонки вассалопит как раз таки эстафету примут наши лыжники ну и лыжники всех стран на чемпионате мира в оберсдорфе конечно же мы мы это покажем в прямом эфире там уже и дмитрий губерниев александр легков разминаются сейчас готовится тоже к этой трансляции пожелаем удачи александру большунову алексею червоткину евгению белову и илье семикову который сегодня дебютирует на чемпионате мира специально готовился к марафону ребята на чемпионате мира побегут с мазью держания не будет никакого дабл полинга потому что на чемпионате мира есть зоны специальные где нельзя использовать этот ход но и там трасса такая в подъем тот многоминутный дабл полингом сложно проехать даже мартин регион саду сумме мы видели когда он натренировавшись как раз таки после поражения от петера элиасона в дабл полинге натренировался через год победил на биркебэйн и рэнет но на это покупка мира на очень крутых подъемах все таки он терял время но и мы помним финал спринтерской гонки на чемпионате мира когда оскар свэнсон попытался как раз дабл полингом без мази держания навязать борьбу за тройку сильнейших однако уже на втором подъеме отстал без шансов доехал на последнем месте до финиша и действительно когда очень сложная трасса с крутыми рельефами сложные подъемы этот ход наверное теряет все свои преимущества а вот сейчас мы видим как на задержном подъеме лыжники играют так называемые шашечки да то есть и справа влево пытается перестроиться обгоняя женщин девушек которых они догнали которые стартовали на 20 минут ранее хотя это для вас алопат большая редкость когда разный старт в разное время потому что обычно традиционно гонка стартует одновременно и мужчины и женщины и все любители стартует одно времени небольшими волнами чтобы получилось не не было большого столпотворения на первом подъеме затяженном однако все равно столпотворение все равно есть да как под новый год в москве на дорогах пробки так и здесь на первом подъеме ну конечно 16 тысяч участников практически все стартует одновременно и из 50 лыжней на старте смыкаются в 8 или 6 сеть в этом году усеченная программа ограниченное количество участников и поэтому женщин пустили пораньше для того чтобы картинка во второй половине гонки была намного интереснее мы видели как лидеры мужской гонки догоняют лидеров женской части и финиширует почти одновременно но вот планируется что сегодня скорости будут довольно высокие быстрее четырех часов должны по предварительным раскладам пройти мужчины эту трассу может быть чуть чуть медленнее четырех часов женщины но в любом случае ожидаем по крайней мере вот такой прогноз от организаторов что финиш будет где-то вот через три часа 45 минут после старта мужчин и после них вскоре вскоре женщины должны финишировать но организаторы предполагают а вот это лыжня все-таки располагает и мы уже будем знать каковы результаты этой гонки ближе к финишу который ну в лучшем случае чем через два с половиной часа состоится да это два с половиной часа наслаждения истинного наслаждения для всех ценителей спорта лыжного спорта особенно в этом сезоне мастеве дарит нам огромный подарок в виде ежи практически ежедневных трансляций лыжных гонок да особенно последние две недели и массовый вот лыжный спорт а в этом году такой претерпевает некий бум да в центральной россии огромное количество снега и мы уверены что до апреля он будет лежать хоть на календаре весна но морозы обещает снова центральной части россии и поэтому по всей стране сейчас проходит огромное количество марафонов каждому участвующему желаю получать наслаждение от и просмотра а самое главное и от участия вашего персонального в лыжных гонках в лыжных марафонах занимайтесь спортом наслаждайтесь лыжными гонками это огромное удовольствие и очень полезно для вашего здоровья ну и сейчас мы возьмем небольшую паузу очень скоро вернемся на вас а лопит супер гонка продолжается далеко не уходите ну 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 здравствуйте еще раз всем кто присоединился только что темп гонки возрастает страсти накаляются потому что с каждым километром спортсмены приближаются к экватору гонки совсем скоро будет второй спринтерский промежуток и напоминаю что мы с вами сегодня в швеции где проходит девяносто седьмой марафон вас а лопит 90 километров классическим стилем и в ограниченных массовых по массовости условиях всего 400 участников не более спортсмены состязаются это женщины уже стартовали на 20 минут ранее мужчин и сейчас стремительно с каждым километром они приближаются вы посмотрите кстати как раз тот самый спуск к рисбергу на котором и падают в огромных количествах любителей здесь когда 15 тысяч человек едут очень много интересного происходит но вот конечно профессионалы у них и более разреженная ситуация ну и уровень мастерства повыше поэтому обходится без падений но скорость очень высокая на этом спуске к рисбергу где совсем скоро мужчины уже пройдут вот эту отсечку 34 и три десятых километра женщины эту отсечку прошли уже девушки сегодня преодолели больше чем вчера на чемпионате мира в том самом марафоне женщины ну и сейчас вот у нас группа лидеров 6 женщин и там как раз таки лидирует Лина Коржган рядом Аритберген отмечаем что на 12 месте Ольга Царева 13 Анастасия Влацова она почти догнала почти догнала сейчас Ольгу Цареву слишком быстро видимо Ольга начинала Анастасия правильно распределилась ну и вот рисберг отсечки Ермил Вокуев здесь второй это как раз таки неофициальные спринты но где тоже можно немножко денег заработать да копеечка к копеечке да и Ермил Вокуев Анастасия Вокуев постоянно сегодня мелькает на передних первых позициях а все ребята наши близко на 16 позиции Максим Валикжанин мы видели в этой большой группе Александр Гребеньков 25 ну и там промелькнули в том числе и Дмитрий Баграшов тоже получается с Алексеем Шемякиным рядом где-то на 33 позиции Дмитрий Баграшов всего 12 секунд от лидера это совсем незначительные преимущества просто позиционная пока борьба идет ну и Алексей Шемякин также в этой группе сейчас мы посмотрим на какой позиции ну кстати говоря вот здесь судя по всему либо мы его упустили что называется либо здесь все-таки разрыв появился и Алиасон и Шемякин да отставание есть и Макс Новак с ними посмотрите огромная и Даниэл Рикардсон вот как раз да проходит Алексей Шемякин причем компания то у него ого-го неплохая ну не знаю тут тоже может быть был какой-то завал который тоже мы не замену остался за кадром в любом случае да вы посмотрите как выделяется девушка которая бежит сейчас с мазью держания как раз по переменным двухшажным ходом классическим таким традиционным классическим ходом и единственная из всех кто сейчас на экране она ведет вот именно вот этим стилем и ходом но спорт развивается скорости растут растет силовая подготовка спортсменов поэтому даже в любые подъемы уже любой протяженности гонки спортсмены умудряются проехать используя просто мази подготовленные для скольжения без мази держания толкаясь только руками верхним плечевым поясом и вот как выглядит положение сейчас на отметке 34,3 км это по сути треть дистанции мы видим что Ермил Волков в самой голове группы здесь же и Максим Валикжанин Александр Гребенько 25-й Дмитрий Баграшов находится в этой же первой группе на 33-й позиции и вот дальше там после 40-го места появляется разрыв вот Андерсоков он еще цепляется а дальше дальше уже ничейная территория к сожалению Алексей Шемякин вместе с Петером Элиасоном вместе с Максом Новаком сейчас поймал этот просвет полуминутный примерно сейчас спортсмен вот в оранжево-черном комбинезоне к сожалению пока не могу назвать его имя но резким рывком в небольшой подъемчик он сейчас отъезжает скажем отталкиваем все дальше и дальше но группа все равно не форсирует сильно своей скорости да судя по всему это Виньерс Коксхолм из команды да да паркет партнерс ну и вот мы видим что у него особо результатов то и не было в минувшие годы но в общем то сейчас есть возможность себя проявить и показать да самое главное на экранах свою долю овации и внимание он явно сейчас забирает ну и возможно пробует свои силы пробует себя почему бы не попробовать вот в эти хорошие условия убежать в отрыв потому что если нет снегопада то есть вероятность и отъехать одному ничто не мешает ехать впереди группы да сейчас можно здесь очень высокие скорости развивать попытаться повторить рекорды скорости Гундесвана который как-то используя фибергласовый шест такой же как для прыжков в высоту с шестом развивал суперскорости на равнинных участках но правда после этого запретили вообще в Международной лыжной федерации использовать палку длиннее человеческого роста и соответственно вот эта возможность отталкиваться отпружинивать была ликвидирована но отметим что тот самый король Густав Васса 500 лет назад преодолевал вот эти 90 километров и стреляли в Муру с одной палкой тогда лыжники пользовались только одной палкой как будто бы вот так как на гондоле в Венеции отталкивались один раз но в общем то такие истории были что скорости можно развивать при помощи шеста как делал знаменитый Гундесван многократный олимпийский чемпион чемпион мира но Сван кстати говоря здесь Новосолопе тоже не побеждал что интересно ну другие времена другие нравы однако один и тот же марафон та же трасса и это такая возможность прикоснуться к истории которую писали сто лет назад и это замечательный способ не знаю творите свою историю надеюсь сегодня наши ребята в частности Ермил Вокуев от которого мы ждем высокого результата впишет свое имя в историю этой легендарной гонки посмотрим сейчас он снова посмотрите отыгрывают небольшое отставание и выходит на вторую позицию Ермил любит находиться постоянно впереди не экономить силы отсиживаясь за спинами а пытаться все-таки немножко дергать соперников но и контролировать и контролировать ход и избегать каких-то завалов поломок потому что ближе к хвосту группы пилотона обычно более плотная борьба есть вероятность каких-то резких перестроений падения и соответственно поломки инвентаря которая любая случайность может выбить тебя из колеи и ты можешь отстать и уже не вернуться в борьбу за победу такой стиль Александра Большунова или Александра Легкова да держаться все время впереди и закрывать в том числе отрывы но правда не всегда это тоже так сказать оправданно потому что порой много можно сил оставить как раз закрывая эти какие-то рывки соперников которые могут раздергать но вот например Марит Бьёрген здесь все нипочем и наверное она чисто психологически даже несмотря на то что три года не выступала давит здесь на заперниц своим авторитетом и все понимают насколько она сильна Марит Бьёрген кстати говоря готовилась в том числе и вместе с Терезой Йохау к этим соревнованиям и даже провели шуточный такой старт они в закрытом помещении пробежались на беговой дорожке также использовали грибной тренажер и лыжный тренажер и вот в лыжном тренажере и в грибном тренажере Марит Бьёрген была сильнее даже чем Тереза Йохау бежала только хуже но просто Тереза Йохау бежит так как не каждому лыжнику мужчине получится далеко не каждому да Тереза Йохау напомним что выиграл национальный чемпионат 31-40 да отобрался это было достаточно для квалификации на чемпионат Европы если бы он состоялся то действительно Тереза Йохау сильна не только зимой но и летом выигрывает все подряд но вот Марит Бьёрген по силовым показателям не уступает уже чемпионке мира этого года многократной чемпионке и даже свои 40 лет готова покорять новые вершины в том числе и победа вассал опыт бьёрген и приятен Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дорогие друзья, дорогие любители лыжных гонок, мы снова с вами, чтобы наблюдать за всеми перипетиями борьбы. На 97-м марафоне Вассалопет в Швеции, 90 километров. И вот тут практически уже половину дистанции преодолели девушки, мужчины преследуют их. 20-ти минутный гандикап был у девушек и сейчас пытаются оторвать, наверстать этот отрыв. Но вот в мужской части борьба идет более динамично. Постоянно какие-то спортсмены пытаются уйти в отрывы, раздергать эту группу. И вот сейчас очередной рывок подпринимает один из спортсменов. Пока не видно, под каким номером он выступает. Но в любом случае на такой скоростной гонке группа преследования довольно быстро все эти отрывы ликвидирует. Красивые, конечно, виды солнца, залитое этим солнечным светом лыжняк. Среди леса или полей даже иногда болот проложено. Но в любом случае это то, что радует глаз. И заряжаясь вот этой энергией, заряжаясь историей, включаются сейчас участники. Но и пытаются Петер Элисон и Алексей Шемякин тоже включиться и добрать эту первую группу. Ну, хвосты видно и нужно только ускоряться. Ну, вот 50 секунд сейчас между лидером группы основной и Петером Элисоном. Но лидер группы еще там секунд 20 до хвоста группы. Поэтому где-то около полуминуты сейчас отставания Петера Элисон и Алексея Шемякина. Будем надеяться, что вот этот вот локомотив Петер Элисон, который способен ехать очень-очень долго, здесь сможет добрать. Ну, подобная ситуация была год назад. Петер Элисон выбирал там тоже трехминутное отставание, а потом уехал и победил. Ну да, но в прошлом сезоне трехминутное отставание выбирала вся группа от десятки лидеров. Но хочется отметить, что несколько лет назад Йон Кристиан Даль также отстал от всей лидирующей большой группы практически на 30 секунд, полминуты, даже более. И за кинетром 20 до финиша вернулся и выиграл на финише марафон. Поэтому даже вот это 50-секундное отставание двух сильных лыжников, Алексея Шемякина и Петера Элисона, еще пока ни о чем не говорит. Более того, может, еще и поможет им, потому что они не потратят час силы. И эти силы потратят уже непосредственно тогда, когда надо на последних километрах у финиша в муре. К тому же лыжи готовятся с сервисменами по-разному. На старте гонки было минус пять, к финишу плюс один. И, возможно, кто-то из спортсменов выбирает именно ту пару, которая будет работать лучше к финишу, уже на плюсовую погоду, также со смазкой. Поэтому, возможно, на первой половине гонки они испытывают некие проблемы с работой лыж. Но ближе к концу это скажется и будет для них преимуществом, и смогут они как раз быстро отыграть это отставание и опередить. Тут, кстати, тоже еще может быть даже не то, что они специально так сделали. Дело в том, что накануне, когда откатывали лыжи, было тепло. В том числе и на старте планировалось, что будет тепло, солнечно и так далее. И некоторые уже выбрали себе точно теплые пары, лыжи, которые, соответственно, структура подходит под тепло. И в итоге голова болела у всех у сервисменов, у спортсменов. Что делать? То ли брать вот эти вчера показавшие себя хорошо пары, то ли все-таки переключаться на холодные пары и так далее. И, возможно, кто-то решил все-таки бежать вот на этой теплой паре как раз-таки с расчетом на то, что будет теплеть ближе к финишу. А, может быть, не взял холодные лыжи. Такое тоже бывает. Да, действительно. Ну и, посмотрите, замечательно лыжи работают у девушек, которые пытаются также оживить немножко ход борьбы и раздергать эту группу. Очередной рывок предпринимает норвежская лыжница. Но все-таки соперницы тоже оживают, бодрятся и свой темп увеличивают, чтобы не отстать от нее. И группа пока что держится вот в составе шести человек. Уже очень продолжительное время. К сожалению, для шведских болельщиков Брита Йоханссон Ногран, похоже, окончательно отстает. И уже второй раз не получается у нее вернуться в эту группу. Мы видим, что спортсменки очень много, практически все время едут без лыжни. Это говорит о том, что все-таки прошедшей ночью небольшой снежок мешает скольжению как раз именно в лыжне. Мужчины все ближе и ближе к женщинам, но совсем скоро у девушек будет спринтерская разборка в Эвертсберге. Соответственно, там будут тоже еще разыграны дополнительные очки. Правда, тут уже шесть оторвались, пять мест получат очки, поэтому нет смысла там тоже рвать жилы, что называется. Но, тем не менее, экватор близок. 45 километров женщины скоро преодолеют эту отсечку, но впереди будет еще 45. И это, конечно, невероятно. В три раза больше дистанции, чем, например, вчера в марафоне Чемпионата мира была у Терезы Йохау. Да, действительно, и почти в два раза больше, чем преодолеют сегодня наши мужчины на заключительный день Чемпионата мира в немецком Аберсдорфе, где мы ждем отличной и яркой борьбы, в том числе и за победу от наших ребят. Напоминаю, что Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Евгений Белов выйдут на старт. 50-километровой гонки классическим стилем. А здесь, в сегодняшней гонке, нашу команду представляет Ермил Вокуев, Максим Валикжанин, Алексей Шемякин, который, к сожалению, сейчас немного отстал и пытается наверстать 50-секундное отставание вместе с Петером Эллисон. Но вот Александр Гребенько и Дмитрий Баграшов также в лидирующей группе, поэтому четверо россиян сейчас в головном пилотоне, и это отрадно. Сейчас они достаточно уверенно себя, комфортно чувствуют. Вот в чем плюс сидеть, наверное, в большой группе, то, что на спусковой части, на равнинной, когда высокая скорость группы, у тебя получается отдыхать, идти в спину, и впереди идущие спортсмены берут на себя весь встречный ветер, рассекают его, а сзади в таком воздушном нишке, воздушном кармане ты тратишь намного меньше сил и энергии и экономишь силы для много впереди грядущих километров этой гонки. Обратите внимание, что Дмитрий Баграшов сейчас выбирается тоже в лидирующую группу, в голову этой группы, и сейчас вот, когда поменял вот этот вот подсумок питья Ермил Вокуев, как раз уже в спину встает за Ермилом Дмитрий Баграшов. Здесь как раз пункт питания, вот на этом 49-м километре, вернее, на 40-м километре, это 41-й километр, 49 метров до финиша, и здесь как раз персонал команды «Русская зима», туда поехало 14 человек, 8 спортсменов, 6, соответственно, тренеров административного персонала, включая спортивного директора Андрея Тютерева и генерального директора Никиты Тамма. Вот команда работает на то, чтобы успеть накормить всех участников, которые мчатся по дистанции, причем тут еще нужно успеть накормить и женщин, и мужчин. Да, ну и помимо того, что представители команд подкармливают своих спортсменов, еще есть представители разных брендов, которые выпускают спортивное питание, и вот сейчас был один из них, и они выдают гели бесплатно для участников, тем самым рекламируют свою продукцию. Но самое главное, что в Швеции очень трепетно относятся к экологии, и Крета Тунберг известна своими высказываниями в пользу экологии, защиты нашей планеты, тоже родом из Швеции, поэтому организаторы очень строго следят за тем, чтобы спортсмены остатки упаковок от гелий, от батончиков не выбрасывали. Их можно выбрасывать только в определенных местах, где стоят баки, либо отдавать тренерам или сервисменам, а также ты можешь убрать в себе запазуху или в подсумок, который у тебя есть, но выбрасывать... Или съесть. Или съесть, да, не знаю, переварится или нет, хотя на 90 километрах все переварится. И гвозди даже. Но вот очень сильно и внимательно относятся, вплоть до каких-то санкций за спортсменом и большие штрафы за это. Хочется отметить, что недавно вот такая волна возмущения или у кого-то одобрения вызвала запрет на вторсодержащие смазки в лыжных гонках. Этот запрет немножечко отложили, потому что не могут еще понять, как это контролировать, но в любом случае инициатива как раз пошла после шведского вассалопет, когда весной растаял снег и экологи замерили содержание различных примесей в почве и в сточных водах и обнаружили многократное превышение как раз фтора, что сильно загрязняет окружающую среду. Конечно, после 16 тысяч лыжников только в один день, а за неделю там проходит порядка 30 тысяч. Даже больше 40. Да, может быть 40. И действительно каждый лыжник, если на вторсодержащих смазках проезжает, оставляет часть этой смазки на лыжне. И все это идет в почву. В перспективе из года в год почва накапливает вот эти вредные вещества, и это грозит серьезным уроном для нашей природы. Поэтому с инициативой шведские экологи выступили о запрете вторсодержащих смазок. И, в принципе, ФИС согласилась на это. Сейчас разрабатывается просто регламент контроля над этим. Но все идет к тому, что совсем скоро и контроль будет за той смазкой, которую вы наносите на лыжи. Не только то, что спортсмены употребляют в пищу, и какие витамины они кушают в виде допинг-контроля, но еще будет смазочный контроль на то, что лежит на лыже. Да, это запрет от Международной лыжной федерации. Но и нет никаких сомнений, что в Швеции этот запрет будет повсеместным. Сейчас в Европейском Союзе втор как раз таки запрещают. Ну и хоть и эти гонки сейчас не под эгидой ФИС, не под эгидой Международной лыжной федерации, но здесь тоже нет никаких сомнений, что этот запрет будет, скорее всего, продолжаться и здесь. Тем более, что, как Александр сказал, началось все как раз таки отсюда от Вассолопит. Ну, как и лыжные гонки тоже отсюда началось. Все начинается с Вассолопит, и сегодня мы как раз таки наблюдаем за этой легендарной гонкой. Да, все дороги ведут в Рим, а все лыжни ведут исцеленно в Муру. И исцеленно в Муру, да. И вот сейчас как раз в Муру и следуют лыжники, а мужская часть гонки во главе с Ермилом Вокуем, нашим лидером нашей команды, русская зима. И вот смотрите, очень узкий участок трассы, как раз сейчас всего две лыжни. И следуют они вдоль дороги, и мы видим, что лыжня здесь уже немножечко начинает подтапливаться. Солнышко светит, весеннее, теплое, которое греет верхний слой снега, и он начинает уже немножко разбиваться. Конечно, спортсменов сегодня не так много, и сзади идущим спортсменом, даже последним, кто сегодня будет финишировать, трассы сильно не разобьется. А вот если бы было 15 тысяч человек, не позавидовали бы мы. Да, лыжни там явно не остается совсем никакой. И говорить о том, что кто-то будет следить за техническим прохождением, как вы толкаетесь ли вы коньком или полуконьком, сколько делаете шагов, уже никто не следит. Там главное преодолеть. Но можно получить по спине палкой от соседей по пилотону, если ты нарушаешь правила. Также запрещено менять лыжи во время дистанции. И, собственно говоря, маркировка выдается на каждую лыжу во время этих стартов. Уже, например, маркировка на этапах Кубка мира уже отменена. Но вот на таких традиционных марафонах по-прежнему есть маркировка. И, естественно, лыжи менять запрещено. Конечно, втихаря в лесу кто-то где-то может как-то намухлевать, что называется. Но в целом, конечно, это не приветствуется. И будут, по крайней мере, соседи по пилотону зорко следить. Ну, а лидерам этого сделать невозможно, потому что они всегда под присмотром телекамеры. Тут уже физической такой возможности нет. Все это все прекрасно заметят. Но лыжи менять запрещено. В отличие, кстати говоря, от марафона сегодня на Чемпионате мира, где есть специальные скибоксы. И вот там, в Оберсдорфе, лыжи будут менять все участники борьбы за золотом чемпионата. Да, действительно, к выбору лыж спортсмен подходит очень трепетно. И это, как ты сказал уже, большая головная боль. Потому что погода меняется, длинная гонка, а смена запрещена. И вот надеемся, что наша команда «Русская зима», сервисмены, спортсмены, сами сделали верный выбор. И ничего не помешает сегодня реализовать свои силы, свою готовность и побороться за высокие места. Вот мы сейчас видим, что, наверное, девушки уже приближаются ко второму спринтерскому финишу. Он находится в городке Эверстберг. Это 45-й километр, даже 47-й километр гонки. И здесь финиш спринтерский более прямой, немножечко даже в подъем, в пологий такой. И поэтому посмотрим, будет ли какая-то борьба за дополнительные очки, спринтерский зачет у женщин. На первом промежуточном финише спринтерском борьбы не было. Проехали друг за другом, потому что темп гонки настолько высок, что из этого высокого темпа добавлять еще было бы чревато потери дополнительных сил. Но вот у мужчин борьба, конечно, острее. Фотофиниш зачастую определяет победу как раз на промежуточном финише. И скоро также и мужчины появятся именно на этом участке трассы. Ну и сейчас как раз-таки здесь вперед выходит обладательница клетчатой майки, лучшей горной лыжницы. Это Ида Даль из команды Рамуден. Но вообще команда Рамуден здесь доминирует в этом сезоне. Просто неожиданно даже в какой-то степени. Да, Лина Корсгрен всегда была сильна. Она и побеждала год назад. И она, собственно говоря, была главной и, можно сказать, единственной соперницей Бриты Йоханссон Норген. Но очень здорово подтянулись к ней ее подруги по команде. Это и Ида Даль, и Йенни Ларсен. Ну и сейчас в том числе и весь пьедестал забирают. Шведские девушки частенько. И за счет этого команда Рамуден как раз-таки лидирует. В общем зачете серии Ски-Классикс. И исполнительниц хватает. Не потянуло Корсгрен. Пожалуйста, Даль или Ларсен подключится. Но вот сегодня, правда, есть дополнительный козырь у других команд. И это, конечно же, Марит Беорген, который выступает за Рагде Айндом. И сейчас держится в этой первой группе. Пока никаких признаков того, что ей тяжело, мы не наблюдаем. Но, правда, впереди еще половина дистанции, 45 километров. Да, и мы увидели сейчас такой небольшой зеленый флажочек. Это означает, что 200 метров до промежуточного финиша спринтерского. И мы видим, что девушки идут в подъем. То есть действительно спринтерский. И его назвать очень сложно. 47 километров. Горный спринт. Да, такой горный спринт. Подъем уже полдистанции позади. И девушкам действительно сложно какой-то делать рывок дополнительный. Но, в любом случае, наверное, дань уважения эти девушки заслуживают. Потому что преодолеть, отталкиваясь двумя руками, такую длинную дистанцию, еще половина впереди, правда, это многого стоит. И в прошлом сезоне я сам проиграл двум девушкам. Боролся за третье место в женском зачете. Сумел опередить Бриту Йоханса Ногран немножечко, секунд на 30. Но девушки очень сильны. Женщины не так давно, кстати, стали использовать только дабл-полинг. Буквально пару лет. Если мужчины уже полтора десятка лет выезжают без мази держания на трассу такой 90-километровой дистанции, то женщины буквально пару лет. Но, как мы видим, добавили в этом компоненте серьезно девушки. И вот Лина Коржган как раз это и демонстрирует сейчас при выходе на спринтерский финиш в Эверсберге. Да, им остается менее 100 метров. Но борьбы, по-видимому, не будет. Линкозгрен опять забирает максимальное количество очков в свою копилку. Увеличивает преимущество именно в спринтерском зачете. И, походу, она приносит огромное количество очков также команде своей. Ну, ее подруги по команде Дисида Адаль вторая. Подруга, кстати, говорит... Нет, подруги-то и, получается, Ени Ларсен-то нету в этой группе. Но, в любом случае, здесь есть Катаржина Смудна, есть Мурут и Эмили Флеттон. И, самое главное, Марик Бьорген. Сейчас Бьорген здесь какие-то очки получает. Катаржина Смудна не стала бороться за какие-то промежуточные вот эти баллы. Но, что касается Бьоргена, она, в любом случае, чуть-чуть, но получит баллов здесь обязательно. Смудна, кстати, тоже побеждала на Васа Лопет в 2016 году. Пять лет назад, получается. Ну, а мы напомним, что Лина Корзген уже двукратный победитель Васа Лопет. В этом году она может сделать хэт-трик. Но есть несколько спортсменок, которые считают иначе. Есть Марик Бьорген. Да. На наших экранах Брита Йоханссон-Норгрен, тоже двукратная победительница в марафоне. В прошлом сезоне она заняла третье место, но ей в этом году тяжело. Тяжелее обычного, видимо, и... Проиграла она, впрочем, Александру Панжинскому, нашему комментатору. Да, даже не уступила, да, даже классическому спринтеру. Но вот после своей травмы, своего обморожения, Брита Норгрен сейчас в ботинках на размер больше, чем ее привычные. Потому что даже по прошествии нескольких месяцев отек и боли до конца не ушли. Но вот сейчас, конечно, борется только за седьмое-восьмое место. Уже отставание полторы минуты, почти одна минута двадцать шесть секунд. Будем ждать наших девушек. Ольга Царева шла на двенадцатой позиции. Ждем и посмотрим, насколько отставание выросло или сократилось, насколько наши девушки сегодня выступят. Также Анастасия Власова, которая празднует сегодня свой тридцатилетний юбилей, да, замечательный возраст. Еще раз поздравляем Настю с днем рождения, уроженка Коми, представляющей также еще Сахалинскую область. Желаем ей здоровья, новых побед и реализации всех своих потенциала, потенциала, мечт, сбычи мечт, как говорится, да, и чтобы все ее цели и задачи достигались, сбывались. Сейчас там большая группа в итоге организовалась. Вот мы говорили о том, что на двенадцатом месте была Ольга Царева на тринадцатой позиции. Анастасия Власова сейчас, они там же, в той же группе держатся. Правда, отставание увеличилось уже до пяти минут. Где-то, согласно данным GPS-датчиков, но туда подтянуло сейчас довольно большое количество лыжниц. Ну, по крайней мере, где-то шесть-семь лыжниц едут на местах, получается, с одиннадцатого по, там, восемнадцатое. Десятая должна приехать сюда Ени Ларсон, если тоже нет никакого сбоя в работе GPS-датчиков. Ну и дальше уже российские участницы, представительницы команды «Русская зима» Ольга Царева и Анастасия Власова. Но Одина Некрасова проигрывает тоже и этой группе. Продолжение следует... 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 Но остальным участникам нельзя пользоваться снегоходом. Да, остальным нельзя. Не ловить такси, не использовать какие-то другие силы. Хотя Сунду как-то снегоходом сбили на Биркебейнер-Ренд, когда он уехал в отрыв, и его снегоход с оператором телевизионным как раз задел и снес. Возможно, это был полицейский снегоход, и Сунду превысил скорость, лимит, да, и пытались его остановить. Но это все шутки. Мы видим, как Ольгу Цареву обгоняют мужчины под 514 номером. Ольга едет, к сожалению, одна, и, видимо... Ну, только что она была в группе. В группе здесь, возможно, да, Анастасия и Дина тоже рядом. Посмотрим сейчас, что происходит в этой гонке. Вообще позиции во втором десятке занимали российские лыжницы. Вот когда проходили эту предыдущую отсечку, здесь же была и Дина Некрасова, и Ольга Царева, и сегодняшняя именинница Анастасия Власова на 16-й, там, 19-й, 20-й позициях. Все рядом. Год назад Ольга Царева здесь была 14-й, кстати говоря. Ну, и вот на этот раз сейчас пока тоже во втором десятке располагаются все три представительницы команды «Русская зима». Ну, возможно, как раз с тому причиной, как я раньше рассказывал, вот эта трехдневная сложная дорога с приключениями из Сыктывкара в Швецию, на Вассалопет, где им отказали в визе. Всего три часа был просрочен тест на коронавирус. В Швеции немного другие правила. И вот вместе с Дмитрием Баграшовым они вынуждены были скитаться в поисках страны, которая разрешит им просто сдать, пересдать тест. И действительно очень устали от такой трехдневной путешествия. Но, кстати, Дмитрий Баграшов пока выглядит очень неплохо, несмотря на это неудачное путешествие. Ну, а Дмитрий вот у нас новичок команды. С этого сезона выступает в команде «Русская зима» тоже. Он представитель Удмуртии, как раз и Дину Некрасову, и Дмитрия Баграшова порекомендовал в состав «Русской зимы» Максим Валикжанин, который взял на себя роль, скажем так, батьки команды, капитан команды у нас Алексей Двозкин, батька команды Максим Валикжанин. Но здесь Алексея Двозкина нет, как и Анастасия Рыгальна, поэтому, наверное, капитанская повязка, что называется, у Максима Валикжанина. Ну и вот, говоря о новичках, отметим, что Дина Некрасова родилась как раз-таки в том же самом селе Шаркан, родине Максима Валикжанина. Ну и затем уже тренировалась после переезда в Балезино. Тоже известный лыжный центр оттуда, по-моему, Сергей Ардашев тоже как раз-таки. Ну и вот потом появились результаты после переезда. И сейчас за Дину Некрасову болеет и в том числе ее дочка Алиса. Ну и в молодежном зачете Дина Некрасова сегодня может принести дополнительные баллы российской команде. Да, посмотрите, какой спуск опасный. А если возвращаться к Максиму и Дине, двум удмуртским лыжникам, сейчас как раз именно они вдвоем готовились к Вассалопот в Рамзау. В отличие от представителей нашей команды, которые были в Сыктывкаре, некоторые готовились дома. А вот именно Максим с Диной решили попробовать горную подготовку в австрийском Рамзау. И вот сейчас посмотрим, насколько разная подготовка реализуется. Но Дине пока помогает, как мы видим, потому что в предыдущих гонках она отставала. Ну, правда, тут тоже Дина переболела в этом сезоне той самой модной болезнью коронавирусной инфекции. И тоже долго восстанавливалась. Мы знаем, что были такие же проблемы и у многих наших лыжников. И Сергей Устюгов долго восстанавливался, и Денис Спецов. Ну и в итоге не одно, так другое. Да, вот только восстановились от этого Денис и Сергей, как оба получили травмы на тренировках на чемпионате мира, к сожалению. Но вот Дина тоже долго восстанавливалась. Но сейчас вот дебютирует как раз на такой супер длинной дистанции. И будем надеяться, что все получится. А что касается подготовки в Рамзау, то тут тоже стоит отметить, что, как отмечал сам Максим Валикжанин, рельеф. Похожий в Рамзау, похожий на Вассолопит. Можно найти долгие затяжные подъемы, а не крутые короткие подъемы, например, как в Ижевске. В Ижевске очень крутая трасса, очень тяжелая, но она больше похожа на трассы Кубка Мира, а не на трассы таких марафонов. На марафонах рельеф более мягкий, пологий, несложный, но зато затяжной. Очень длинные, длинные отрезки. Ну и вновь Ермил Вокуев выходит в лидеры этой группы. И сразу отрыв. Мы видим, что группа растягивается и заметно уменьшается в размерах своих. Ермил оглядывается, смотрит, где там что, какой ущерб нанес группе. Ну и, наверное, он хочет, чтобы какая-то сформировалась такая уже рабочая группа, рабочая атмосфера, чтобы можно было уже пойти в решающий отрыв. Пока до финиша 38 километров. Конечно, это по меркам обычных лыжных гонок очень много. Да, действительно, уже третий час работы, да. Третий час спортсмены в высоком темпе преодолевают эту трассу. Но вот, по сути, гонка начинается только сейчас. И Ермил пытается... А может, и начнется еще через час. Да, ну, может быть, начнется. Но Ермил, походу, похоже, другого мнения. И пытается сейчас как раз сфорсировать темп. И посмотрите, вот... Он восклицает вслед за Остапом Бендером. Скучно, девицы? Да. Сейчас нам показывали как раз результаты рекордного времени. И близко к рекорду идут спортсмены, да. И этому, конечно, способствует прекрасная погода. Морозная жесткая лыжня. Отличное скольжение. Ну, и большой пилотон, где спортсмены друг друга немножко подталкивают. Постоянно меняются. И помогают именно поддерживать высокий темп вот этой постоянной сменой. Как в велоспорте мы привыкли больше видеть. Вертушка эта называется в велоспорте. Ну, и здесь тоже такую вертушку мы можем иногда наблюдать. Макс Новок. Как мы видим сейчас в розовой майке лучшего молодого гонщика. Ну, и попадание в десятку у него уже есть. Новосолопит. Это всегда круто. Быть в десятке сильнейших. Но еще круче получить венок на голову от, кстати говоря, мисс городка Мура. Каждый год проводится конкурс красоты. И в этом городке Мура и вот победительница этого конкурса как раз-таки наделяется почетной обязанностью вручать этот венок на голову победителя. Но порой, когда идет финишная разборка, там это приходится делать уже после финиша. А так, стандартное видео, это когда победитель получает на последних метрах дистанции этот венок. И посмотрите, сейчас нам показали, что 20 секунд уже отрыв от группы Ермила Вокуева, лидирующей группы. И Макс Новок возглавляет как раз группу преследования. Как в этом сезоне, наверное, мы уже привыкли видеть, а соперники привыкли страдать. Когда Ермил выходит вперед, темп возрастает и группа разрывается. Сейчас всего 4 спортсмена сумело удержаться за Ермилом. Возможно, чуть больше. Но вот на этот длинный спуск с опасными поворотами они всего четвером садятся вместе. И Ермил пытается держать темп. Никто не сменяет его. Но, возможно, сейчас как раз произойдет смена позиции для Ермила. Не хочет он оставлять, наверное, до финиша вот этой массовой разборки, массовый финиш. Хотя сам он тоже неплохо себя проявляет в финишном ускорении. Но, обратите внимание, в этой группе вместе с ним едет и тур Асли Ердалин. Тот самый любитель очков авиаторов. Обладатель тоже очень хорошего финиша. И Ердалин не отпускает Вокуева. Здесь же Антон Карлсон и Ветле Тули. Вот, судя по всему, такой состав этой первой четверки. Ну и примерно 20 секунд сейчас преимущество у этого квартета над остальной группой. Ну и в остальной группе начинают уже включаться и соперники. Так, успевают здесь покормить. Нет, или не успели, да? Не успел, да. К сожалению, Андрей Тютерев не успел дотянуться до Ермила Вокуева. Но, возможно, у Ермила хватает своего питания, своего изотоника, гелий. Поэтому он и не пытался притормозить как-то. Либо просто, чтобы не сбавлять темп. И вот, смотрите, Ермил Вокуев догоняет уже Ени Ларсон, да, который в зеленой майке. Едет сейчас... И едет на седьмом месте среди женщин. Да, действительно. И скоро, совсем скоро уже, через несколько минут мы увидим, как лидеры мужчин догоняют женскую лидирующую группу. И, возможно... Четыре минуты остается. Вот сейчас четыре минуты проигрывает Ени Ларсон, соответственно, четыре минуты разрыв. И зачастую именно в эти моменты группа лидеров у женщин разрывается. Потому что кто-то пытается сесть за мужчинами, у кого-то хватает сил, чтобы переложиться. И хотя бы 500 метров или километр просидеть за мужчинами. Кто-то не может, кто-то идет уже на пределе и уже безвозвратно отстает. Но насколько здесь правильно, например, вот женщинам той же Марит Георген пытаться сесть в этот пилотон из четырех гонщиков? Или лучше дождаться основной большой группы мужчин? Ну, скорее всего, это будет основной большой пилотон у мужчин. Потому что там, скорее всего, скорость и пониже. И именно вот эта аэродинамическая труба от большой группы намного выше. И у Марит или у другой лыжницы есть больше шансов хотя бы сколько-то продержаться в этой большой группе. Поэтому совсем скоро мы увидим, как будет на этот раз. Но будет, обещаю, интересно. И этот момент стоит как раз внимательно и пристально смотреть. Ну и сейчас пока еще есть несколько, наверное, минут, даже больше. Потому что четыре минуты разница. А Йенни Ларсен все-таки десятая сейчас. Есть там еще Брита Юхансен-Норган на восьмой позиции. Вместе с ней еще и Лин Семскар. Ну и Анникин Ерде Аунас застрял на девятом месте. Совсем скоро вот как раз-таки Анникин Ерде Аунас и будет обгонять Ермил Вокуев. Который, безусловно, очень хорош и сейчас показывает, что все его успехи этого сезона были не случайны. Прорыв настоящий. И теперь он относится к этому уже не как к какой-то дополнительной гонке, помимо основной программы, скажем так, да, Кубка мира. Можно сказать, как к основному, к основной профессии, так сказать. И, возможно, вот это изменение психологического настроя в том числе и сказалось. И сейчас просто великолепные результаты раз за разом показывает наш лыжник из Республики Коми, из села Гам, деревни Гам, поселение Мохча, Ижимского района Республики Коми. И, действительно, Ермил в прошлом сезоне был обладателем континентального кубка. В этом году в ноябре и декабре принимал участие во всех этапах Кубка мира. Пытался отобраться на чемпионат мира. К сожалению, результаты были не настолько высокие. И в нашей очень сильной сборной России при высокой конкуренции не получилось в него пробиться в состав на чемпионат мира. Но, вернувшись на марафонские дистанции, он показывал из раза в раз стабильно высокие результаты. Хотя сейчас в Сыктывкаре на финале Кубка России у себя дома он в спринтерской гонке занял второе место. Также в дистанционных гонках очень успешно себя проявил. Три медали взял на финале Кубка России. Да, что говорит о том, что универсальный гонщик готов бегать и спринтерские гонки, и какие-то средние дистанции стаерские. В том числе и длинные гонки, как марафон Марчелонга, 70 километров, где он в этом году занял третье место. И вот сейчас 90 километров. Вассал опыт. Мне кажется, впервые Ермил принимает участие в шведском легендарном марафоне. Ну и посмотрим с первой попытки, что у него получится. Пока что очень все обнадеживающе, очень мощно смотрится. Картинка интересная. Так же, как и у Марит Бьорган, который сейчас, наверное, как удав, выглядит более молодыми. Затягивает петлю. Да, постепенно все стягивает петлю над этими соперницами. Более молодыми, менее опытными, но, наверное, пока что не менее сильными. Тоже совсем скоро мы узнаем. Менее 33 километров до финиша. И Марит выходит на первую позицию. Я думаю, это означает то, что темп гонки будет возрастать. И мы видим, что небольшие просветы между соперницами уже появляются. Ну вот, ты говоришь, менее 33 километров. Но это более чем во всей вчерашней дистанции марафона на чемпионате мира. Тем не менее, эти девушки уже почти 60 километров преодолели. Ну и, соответственно, сейчас уже приближаются к Оксбергу. Оксберг – это тоже одно из мест и таких культовых. Оттуда стартуют многие гонки, такие как женская ВАСа и так далее. Но там дистанция чуть другое получается. Но, тем не менее, вот туда как раз и отправляются сейчас участницы. Тут тоже в основном спуски идут. Но вот Оксберг, он-то примечательный тем, что там подъемы есть. Берг – это, собственно говоря, гора по-шведски. Ну и вот в Оксберге будут такие неприятные подъемы, которые не так-то просто преодолеть как раз вот этим самым даблполингом без использования мази держания. И там и могут случиться какие-то тоже серьезные отрывы у женщин. Да, действительно. Ну вот, Марит Берген пытается уже сейчас сделать отрывы, хотя группа немножко опять уплотняется. Ну вот начинаются подъемы как раз с Оксбергом, получается. Ну вот хочется еще отметить, как живут вообще спортсмены. То есть группы, команды, они более малочисленны в сравнении со сборными командами, если сравнять с Кубками мира. И поэтому не в гостиницах живут, а зачастую снимают коттеджи, апартаменты, сами себе готовят, не питаются в ресторанах. Потому что все-таки перед марафонами какое-то специальное питание необходимо, побольше углеводов. Зачастую это макароны, паста, длинные такие углеводы, более правильные. И вот из этого специфического питания спортсменам выгоднее, наверное. Плюс также еще не такие большие бюджеты у команды. И не такие большие порции в ресторанах. Тут сразу кастрюлю, ведро, макарон. Да, поведерку поставил и кушают дети. Готовятся к 90-километровому марафону. И все сыты и довольны. Но действительно, вот несколько иная атмосфера, более семейная такая, да, какая-то. И это сближает команды. А учитывая, что команды зачастую бывают интернациональные, с разных стран спортсмены. Все-таки выступают они за команды, за клубы, за свои, а не за национальные сборные. И вот это все немножко иной характер. Атмосфера совсем другая. Плюс зрителей не так много зачастую бывает по ходу трассы. И вот очень такая расслабленная, приятная атмосфера именно на этих марафонских сериях. Поэтому многие лыжники с Кубков мира приезжают сюда, особенно по завершению своей карьеры на Кубках мира. И получают удовольствие и пытаются продемонстрировать свой опыт, накопленный годами. И вот как мы видим сейчас на примере Марит Бьорка. Она получает удовольствие, но боюсь, что ее здесь подругам по этому отрыву это уже не удовольствие. А испытание сейчас настоящей мучительницей становится Марит Бьоркен для своих соперниц. Оглядывается, она смотрит и только лишь Лин Коржгрен остается у нее на пятках. На этом подъеме, очень непростом, Лунбэксбэкен, так он называется, Лунбэксбэкен, точнее говоря. Ну и вот здесь при подъезде к Оксбергу, где, кстати говоря, по-моему, и стартовала в 2006 году, 15 лет назад, Марит Бьоркен, когда выигрывала этап Кубков мира в рамках Вассалопед. Вот на подъезде к этому самому Оксбергу. И отрывается сейчас Мария Бьоркен в компании с Лин Коржгрен. Да, Мария Бьоркен тренировалась по 4-6 часов в неделю всего на протяжении двух лет. Ну, сейчас добавила 10-15 часов в неделю всего. И опять-таки это меньше, чем все ее соперницы. Ну, видимо, темп этих 4-6 часов был как раз такой, как она сейчас бежит, да. И этого достаточно для того, чтобы просто повторить, выйти, очередные 4-6 часов сделать и очень высокий результат показать. Сейчас мы видим, что вот этот длинный затяжной полочкой подъем, сейчас небольшое выполаживание было, сейчас снова будет крутая часть, и он действительно не многокилометровый, но тяжелый. А учитывая, что позади почти 60 километров, действительно этот отрыв может быть, ну, играть решающее значение уже в борьбе за медали. Совсем скоро мы вернемся к вам, не переключайтесь, и вы увидите, чем закончился этот отрыв и ускорение Марии Бьоркен. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы возвращаемся к вам, чтобы наблюдать за тем, как Ермил Вокуев, разогнав этот отрыв и уведя с собой еще трех попутчиков, довели они уже свой отрыв почти до минуты 59 секунд было в начале этого подъема затяжного. Сейчас с большой долей вероятности этот отрыв будет расти, и хватит ли сил на оставшиеся 31 километр у этих ребят, наверное, главная интрига сейчас этой гонки, потому что скоро скорость группы преследования возрастет, лидеры поймут, что отрыв уже опасен и начнут пытаться наверстывать. И вот тут самый главный вопрос, хватит ли сил. А тем не временем четверка лидеров догоняет, обгоняет уже двукратную победительницу марафонов Васса, Лопет, Бриту, Йоханссон, Норгрен, которой, видимо, очень тяжело дается этот сезон. Посмотрим, когда они догонят лидирующую группу, в которой сейчас темп задает Марит Бьорген и пытается увести за собой Лин Корсгрейн. Оглядывается сейчас задающий здесь темп Ветли Тюли из команды Кофеваров, но и вот отдают опять инициативу Ермилу Вогуеву, который продолжает наращивать темп и наращивать преимущество. Таким образом, тем более, что в группе преследователей сейчас нет Петера Эллисона, он уже в третьей группе. И Петер Эллисон всегда с удовольствием себя, вот эту ношу взваливает, бремя лидера, того, кто будет догонять. Но сегодня, видимо, Эллисон пока, по крайней мере, не чувствует себя достаточно хорошо. Может быть, лыжи тоже как-то подводят или еще какие-то есть проблемы у Эллисона. Бывают, да, случаи, что, не знаю, ты говорил о том, что не доверяют ресторанной еде, может быть, съел что-то не то в ресторане. Как вчера у Шарлотты Каллы, которая сошла с 30 лет. 30-километровой гонки на Чемпионате мира и как раз жаловалась на то, что что-то не то съела, боли в животе. Но надеюсь, что этих неприятностей удалось избежать, самое главное, нашим ребятам, представителям команды «Русская зима». Ну и также Петер Эллисон не жалуется на живот, возможно, другие проблемы. А есть такая вероятность, что просто тактика какая-то, стратегия его придерживается. Пока что держится и пытается беречь силы, пытается сдерживать себя. И главное, чтобы это было не фатальным, вот это не привело к ошибке. Ровно 30 километров до финиша, практически это треть дистанции до финиша. Ну, две трети позади, но еще целых 30 километров. Как раз вот подбираются к Оксбергу и все сокращается и сокращается. Разрыв между лидерами среди женщин и лидерами среди мужчин. Но вопрос еще, будет ли сегодня рекорд трассы, хотя трасса чуть-чуть видоизменена. Тем не менее, вспоминаем, что 3 часа 38 минут рекорд среди мужчин, ну и 4.08 рекорд у женщин. Да, ну а у женщин сейчас Марит Бьерген своими усилиями увозит за собой Линкорсгрейн. И мы видим, точнее не видим уже преследовательниц. Это порядка, наверное, 30 секунд уже отрыв очень быстро вырос. Ну и Марит Бьерген оправдывает статус, наверное, фаворита. Хотя и темной лошадки, но в то же время и фаворита. И не зря она тренировалась, даже всего по 6 часов в неделю. Но этого достаточно, чтобы на последнюю треть дистанции уходить лидером с большим отрывом. Вот видите, 27 секунд от группы преследования и растет и растет отрыв. Сейчас, мне кажется, она в стиле Ермила Бокуева держит темп, давит и давит в этот подъем. И смотрите, уже, наверное, из последних сил и Линкорсгрейн явный лидер этого сезона, держится за ней. Поэтому для Линк большое счастье, что Марит Бьерген вовремя не заполняла Адамс и забыла, что ей нужно тестироваться в пуле этой международной системы Адамса, от недопинговом пули. А так бы и Марселонку тоже, да? А может быть и большой шлем бы забрала вот так вот сразу тот самый суперприз. Но, правда, мы помним, что отменили гонку в Норвегии, поэтому не разыгрывается сейчас 100 тысяч евро, самый большой чек в истории лыжных гонок. Да, но вот Торасл Гердарин, тоже многократный победитель и общего зачета, доски классик и многих гонок, под четвертым номером, сейчас выходит вперед. В этом году он сменил команду, команда под названием XP&D. Сменил команду он, потому что как раз зарплатную ведомость команды Адамс заняли Тереза Юхаук и, в первую очередь, Марит Бьерген. Да, действительно, его денежки уплыли из-под носа, но тут очень большая конкуренция, как раз в этой команде, и очень сильные спортсмены, в том числе и победитель последних двух лет Андерс Ньюгард. Оскар Кардин, кстати, лидировавший в этом сезоне. Победитель первого марафона, да? И, конечно же, да, и Андерс Окленд, в общем, там команда тоже, и Петер Эллисон, в общем, команда суперзвезд, и теперь еще и в женском зачете тоже суперзвезда добавляется. В Оксберге здесь, где стартовала 15 лет назад Марит Бьерген, она проходит и наверняка вспоминает эти места и вспоминает то, как она доминировала в Кубке мира. И вообще, это была только разминка, первые 61 километр, и сейчас, наверное, Марит Бьерген будет стартовать и уже включаться по-настоящему на 30-ку, на привычную дистанцию, более привычную ей. Действительно, очень легко идет, очень хороший темп держит, динамично, не проваливая сильно спину. Ну, хорошая техника, в 40 лет, после большого перерыва, ничуть не поменялась вот ее стиль, такой силовой, доминирующий, мощный. Ну, мы видели со спины фотографии Марит Бьерген, там многие мужчины бы позавидовали, и не только трицепсом, но, может быть, и бицепсом, и широчайшим мышцом спины. Да, действительно, в тренажерные залы можно вешать фотографии Марит Бьерген для того, чтобы стимулировать даже мужчин к такой фигуре. А вот отрыв, посмотрите, до 40 секунд уже увеличился, и очень тяжело приходится Эмили Флеттон, Катерине Смутной и Иде Даль для того, чтобы приблизиться как-то и побороться за первые позиции. Видимо, своей тройкой они будут уже разбираться за бронзовую медаль. Также сейчас проходит эту отсечку Теа Мурут в прошлом сезоне также представляла команду Рогда Айдам, но вот в этом сезоне пришлось и ей поменять. Пришла неумолимая Марит Бьерген и Терезию Хаук сместили, да. Кстати, без женщин большую часть гонок первой части сезона провели представители команды Рогда Айдам. Подумали, что хватит одной Марит Бьерген и Терезии Хаук еще в концовке сезона, чтобы собрать там большое количество очков. Ну и вот в Оксберге уже и лидеры среди мужчин, и здесь Ермил Волков сейчас на небольшом просвете, но я думаю, это не так-то и важно. Но это связано с тем, что Ермил сейчас только что выпил гель на небольшом спуске и восполнил, наверное, свою энергию, которая уже начинает заканчиваться. Канчиваться в 61,5 километр, точнее 61,6 метров. И вот подсказки от тренера, от менеджера. И подсказывает, скорее всего, какой отрыв от сзади идущей группы. И Ермил, выпив гель, спокойно, не торопясь, расслабился, ушел за спины соперником и восполнил необходимую энергию. А вот группа преследования, которую возглавляет как раз Оскар Кардин, оживилась. Ермил Персон за ним, и как раз мы видим здесь и Максима Валикжанина также. Да, здесь вот интересно как раз командное взаимодействие. Если бы был Йордалин по-прежнему в команде Рагда Айндом, то мы не увидели бы Оскара Кардина на первой позиции. Но сейчас Кардин понимает, что нужно свою команду возвращать в число претендентов на самые высокие места. И именно он работает. Максим Валикжанин тоже в голове этой группы. И здесь же Александр Гребенько. Также Александр Гребенько, молодец, держится в группе лидеров. И Андерс Нюгарт, который победитель прошлого сезона, общего зачета, победитель Вассалопа 2019. Вот он в своем стиле сидит в хвосте группы. И мы видели, как вот в этой же группе преследования у мужчин затесалась Брита Йоханссон-Ногрен. О чем мы и говорили, что некоторые из женщин будут пытаться цепляться за большим пелотоном лидеров мужчин. И сколько могут просидеть для того, чтобы на этом поезде проехать, подтянуться к впереди идущим соперницам или оторваться от идущих позади. Совсем скоро и лидеры, и мужчины будут догонять женщин лидеров. Смотрим графику относительно рекорда. И проигрывали 6 минут в Рисберге, в Эвертсберге 5.03, в Оксберге 5.50. То есть действительно отрыв от рекорда трассы достаточно большой, порядка 5 минут, даже более. И у женщин рекорда трассы точно не будет. Посмотрим, насколько мужчины... Может, чтобы не включится Марит Бьерген еще на тех скоростях, которые... 5 минут, конечно, да. Сложно будет отыграть. Достаточно большой отрыв от лучшего времени в истории Васса Лопет. Дибики Шковтор показала этот результат. К сожалению, трагически ушедший из жизни 3 года назад. Кстати говоря, вместе с Марит Бьерген она выигрывала и золото Олимпийских игр, и золото чемпионатов мира. Мы видим промежуточный итог на отсечке 61 километр 600 метров, где Марит Бьерген Слин Корсгрейн в отрыве 40-секундном от идущих позади Амили Флеттен Катерины Смутной и Додаль. Ждем наших девушек. Посмотрим, какими они преодолеются, каким отрывом. Напоминаю, что за нашу команду выступает сегодня именинница Анастасия Власова, Дина Некрасова и Ольга Царева. И вот сейчас Анастасия находится в группе преследовательниц в начале второго десятка, и там как раз она проигрывает примерно 6 минут. Ну а вот Ольга Царева из той группы, к сожалению, выбыла. Видимо, вот эта долгая дорога трехдневная из Сыктывкара как-то сказалась на самочувствие Ольги Царевой. Ну а здесь мы видим Александра Гребенько тоже в топ-15, Максим Валикжанин рядом. Ну и вот только Дмитрий Баграшов, судя по всему, немного потерялся на данной отметке в Оксберге на отметке 61,6 километра. Снова нам показывают группу лидеров и мужчин, четверка лидеров, где Ермил Вокуев сейчас немножко уходит в тень, прячется за спиной и тем самым восполняет силы, отдыхает, чтобы предпринять, наверное, уже свой новый рывок. Смотрите, соперники останавливаются, не хотят работать, понимая, что Ермил сильнее и боятся, что у них силы быстрее закончатся намного и Ермил даже без ускорения уедет от них. Графику рекорда тоже проигрывает довольно много, уже 8 минут, так что, наверное, сегодня без рекорда обойдется и не будет их разговоров, а надо ли засчитывать, отличалось и так далее. Но вот что касается Дмитрия Баграшова, то да, к сожалению, вот здесь вот в Оксберге он проходит сейчас с отставанием уже в 1 минуту 52 секунды от лидеров, ну а напомню, что основная группа преследователей располагается примерно в 50 секундах, то есть около минуты уже уступает Дмитрий Баграшов, к сожалению, ему не удалось тоже удержаться в этой первой группе. Да, мы видим прошлогоднего победителя Петера Элиасона и вместе с ним идет в спину Алексей Шемякин, который, к сожалению, уступает довольно много сейчас. Да, уже получается и больше, чем вот эти 2,5 минуты, около 2 минут проигрывает Дмитрий Баграшов. И, по всей видимости, победитель прошлого сезона сложит в себя полномочия. 4 минуты, 4 минуты отставания Петера Элиасона и Алексея Шемякина. Да, действительно, наверное, уже доезжают они сейчас до финиша, какая-то локальная борьба будет между ними, но уже не так важна. Зачастую как раз вот на таких длинных гонках спортсмены, которые претендуют на самые высокие места, если гонка не пошла, если они понимают, что отрыв сильно большой и они не могут бороться за десятку сильнейших, они зачастую бросают гонку и не сходят, конечно. А тут и не сойдешь, это не гонка по кругам, тут надо в любом случае доехать до финиша. Да, доехать до своих вещей, до еды, до обеда, в любом случае ехать вперед придется, но они уже не торопятся, не выжимают из себя остатки сил, не насилуют свой организм, а потихонечку получают еще больше удовольствия, наслаждаются, зачастую общаются уже друг с другом и докатываются на каких-то, может быть, 70-80-х позициях. Тем самым готовят свой организм уже к следующему старту, на котором, возможно, смогут уже навязать борьбу за лучшие, более высокие места. А вот у Марин Бьорген сегодня все получается, гонка пошла с первого раза в этом сезоне и вот этот отрыв от преследователей растет. Вот единственный вопрос, сможет ли она скинуть до финиша лидера этого сезона Лин Корсгрен или нет? Насколько сильна Лин, а особенно еще более важный вопрос, насколько сильнее или слабее Лин Корсгрен на финише, чем Марин Бьорген? Мы помним, что Марин Бьорген и в спринтерских гонках зачастую выигрывала, и та покупка мира была призером олимпийских игр, чемпионатов мира. То есть действительно очень сильный спринтер и финиш у Марин Бьорген очень быстрый, но в 40 лет зачастую спринтерские качества уже теряются и более молодая Лин Корсгрен, возможно, на это и рассчитывает. Поэтому сидит сейчас за спиной, умарит и пытается додержаться до финиша, хотя до финиша еще очень много, почти 25 километров. Ну или додержаться до того момента, когда мужчины уже обгонят большая группа, и там можно будет как-то в мутной воде, что называется, рыбку выловить, там как-то просочиться. Опыта больше у Лин Корсгрен как раз таки ехать вместе с мужчинами в больших группах, порой там доезжали, да, и почти до конца вас лопят женщины вместе, ну, первые 60 километров как-то держались на высоких скоростях, и там тоже, может быть, как-то помогут вот эти невольные помощники из мужчин. Но при этом вообще запрещена какая-то вот прямая помощь, и были случаи, когда даже были дисквалификации за то, что однокомандники мужчины как-то пытались активно помогать своим подругам по команде. Да, мы видели, как сейчас как раз группу преследования обгоняли мужчины, лидеры. Это вот места с третьего по пятое у женщин, как раз их обгонял Турас Лагердалин. Но никто даже не подумал о том, чтобы стоит зацепиться. Да, действительно, там, мне кажется, даже Ермилу Вокуеву уже тяжело, он так немножко нехотя объезжал девушек, и Турас Лагердалин задает высокий темп. Да, динамик у Ермила как-то пропал, он стал проваливаться так, помедленнее, возможно, уже сказываются эти почти 70 километров дистанции. В такие моменты очень важно выпить какие-то напитки, которые быстро доставляют углеводы к организму. Возможно, это Кока-Кола, какие-то такие вот с кофеино содержащие напитки. Существует множество гелей с кофеином, таурином, гуараной. То есть, вот, надеюсь, что Ермил как раз выпил именно такой похожий гель какой-то несколько минут назад, и сейчас именно эффект будет, и Ермил вновь оживет, откроется второе дыхание, прояснится в голове, и он будет готов к дальнейшей борьбе. Ох, как жарко! Сейчас нам тоже надо зарядиться кофеином. Мы сделаем небольшую паузу, скоро вернемся на Васа Лопет. Легендарную гонку, которую показываем от начала до финиша. Легендарную гонку, которую показываем от начала до финиша. Соколы- Fashionedia Возвращаются в сторону до финиша. Учие! Скажем, в acqu Martha! Скажем! Учего ganska нравится! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы снова в эфире Надеюсь за эту небольшую паузу вам удалось Восполнить несколько калорий А также зарядиться Какой-то едой и восполнить свою энергию Этим же самым Наверное занимаются сейчас девушки на спуске Однако такие скорости не позволяют Им ни пить ни есть Но сделать несколько глубоких вдохов Выдохов у них получается И смотрим что Лин Корсгрейн Выходит вперед на этом спуске Очень быстром и опасном Скорость все растет и растет Уже 50 км в час Да действительно И это такой спуск на котором Есть возможность немножко передохнуть Однако так как спортсменки едут без лыжни Необходимо контролировать свои лыжи Держать в напряжении ноги И конечно мышечное утомление Сказывается И вот именно в таких участках Есть вероятность каких-то либо падений Но мастерства хватает девушкам Нашим лидерам А опыта конечно Особенно Марит Бьоркин не занимает Прохождение любых спусков Я думаю по всему миру уже Марит Бьоркин проехала И падала крайне редко Всегда отмечали вот ее мастерство Прохождения сложных участков Ее устойчивость на ногах Очень крепких ногах И вот до сих пор Даже в 40-летнем возрасте Марит показывает Как нужно проходить сложные участки Ну и И вверх и вниз И по равнине Как говорится Марит Бьоркин сильная И сейчас Отдает инициативу В руки Линкорстрейн Да Возвращается на лыжню 18-кратная чемпионка мира 8-кратная олимпийская чемпионка И получает удовольствие Делает то что Ей нравится больше всего Она говорила Что действительно ну Чуть-чуть она в какой-то момент Вроде устала от Лыжных гонок Точнее говоря устала не от лыжных гонок А устала от необходимости Постоянно делать вот ту работу Чтобы оставаться на уровне Сильнейшей в мире Хотела чуть-чуть Уделить больше времени Семье За какими-то другими вещами в жизни Следить Но Лыжи оставались Частью ее жизни У них семья тоже лыжная Ее супруг Это двукратный олимпийский чемпион По лыжному двоеборью Фред Бори Лумберг Ну и Соответственно Без лыж никуда И Вернуться Все-таки Пришвочную Лыжня ведет Марит Бьерген по жизни Много-много лет И даже на Вот уже После того как она Завязала С профессиональным Брежим спортом Даже после того как уже Разменяла Получается вот Вышла на пятый десяток Все равно Отлично Катается на лыжах И получает удовольствие Лыжня ведет Марит Бьерген И посмотрим Сможет ли увести Группа лидеров мужчин Марит Бьерген От Лин Корсгрейн А возможно и наоборот И вот как раз Сейчас Совсем скоро состоится Вот этот Момент Когда лидеры мужчин Обгонят лидеров женщин Да И уже Помчатся все К финишу 21,5 километра До финиша И Будет ли какие-то попытки Со стороны Марит Бьерген Или Лин Корсгрейн Усидеть За нашим Ермилом Вокуевым Представляющим Русскую команду Русская зима И Вот мы видим Лыжи даже у мужчин Чуть-чуть получше Работают Может быть Возможно Они посильнее Растолкались Именно на спуск С двух сторон Объезжают Аккуратно Чтобы без поломок Инвентаря Не дай бог Какие-то падения Но Корсгрейн там оглядывалась Она-то не знает Мы-то смотрим гонку Уже Два с половиной часа Она не знала Как развивается гонка у мужчин Ей Наверное сообщали О разрывах У женщин А вот Она оглядывалась И опасалась Что там сейчас Пилотон из Не знаю Ста человек Будет прошивать Главное Чтобы не растоптали Да А оказалось Что всего 4 человека Ну и Я думаю Тоже поняв это Девушки по-моему Не стали даже Да ускоряться Или нет Сюки пытаются 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 Да Немножечко Получили Вот такой просвет Да Расстояние Некоторое Но потом сделали ускорение И подобрались к мужчинам Вы представляете Фоторамки не стали заезжать Вот это вот специальное место Где можно было Фотографию получить Если ты любитель Да А Ермил сейчас получил питание Вот Менеджер команды Андрея Тютерева И уходит в хвост Небольшой группы Надеюсь Он не будет вставать За девушками Ну а смотрите В этот же момент Тораса Гердалин Делает небольшой рывочек И Все таки Наверное Ермил успевает Сесть В спины А вот девушек Они уже скидывают И Дальше придется Разбираться между собой Да Марит Бьорген И Лин Корсгрен Хотя у Марит Бьорген Замечательный опыт Тренировок с мужчинами В этом сезоне В подготовительном сезоне Мы видели В социальных сетях Много моментов Когда Как раз Ох Падение Посмотрите Макс Новак Падает Макс Новак Как и на Марчелонге На гонке И опять Лыжа у него Слетает И все плохо Расстраивается Психует Можно сказать Макс Новак Получается ли Проблема с креплением Судя по всему Получится ли Одеть крепление Вот сейчас он пробует Если крепление Не сломалось Если вот эти Пазы Не отломались То возможно Получится Вновь одеть Не без Применения Каких-либо Дополнительных Срез Ну вот Да Походы Похоже получилось Но очень много Времени упущено Нет ничего Не получилось И он просто Со злости Сейчас пяткой Бьет по этому Группу И теперь уже Окончательно Его доломал Вот так вот Вот такая гонка И на утомлении Возможно ли Всякие падения И Неизвестно Кто прав Кто виноват Но пострадал Конечно Макс Новак Очень сильно И лишил себя Шансов Не только на Высокопризовое место Но и вообще На Хороший исход гонки Да Так как Макс Новак Является Шведским лыжником У себя дома Он мечтает Выступать Очень хорошо Здорово И в Чехии Кстати говоря Он тоже мечтал Хорошо выступать Потому что Его семья Родом из Чехии Его родители Новак Новак Чешская фамилия Но вот Если про Макса Новака Небольшую историю Рассказать Как в начале сезона На отборочных стартах В Швеции Он выиграл Первый отборочный старт Классическим стилем 15 километров Но Использовал там Как раз Дабл полинг Единственный Из всех спортсменов И сумел выиграть Вроде бы Отличная Отличная новость И для самого Макса Но Через несколько дней Оказалось В букмекерской конторе Ставку Не на себя Причем А на занявшего Второе место Порумя Который Является Бойфрендом Фриды Карлсен Но тот занял Второе место Ставка Макс Новака Не сыграла Однако Профессиональным Спортсменам Запрещено Участвовать В различных Вот этих Ставках На спорт Особенно в видах Спорта Где они сами Принимают участие И вот Шведская федерация Наказала Лишила его Участие Возможности Участие На один месяц Во всех Лыжных соревнованиях Под эгидой Шведской федерации Международной федерации Лыжных гонок Показав Тем самым Вот пример Что Соблюдать правила Нужно неукоснительно И даже Не только Антидопинговые Нарушения Гараются Но и вот такие Юридические Какие-то Моменты Тоже нужно соблюдать Но смешно Да Все-таки Новак мог бы Поставить Если бы Какой-то был У него Умысел Мог бы поставить Как раз против себя И специально Он поставил Вернее он поставил Против себя Проехал быстро Да и выиграл Гонку Да Ну вот да Сам себя лишил И выигрыша На своей ставке Еще и рассказал Об этом Еще и рассказал Об этом Еще и понес Наказание Месячное Без различных стартов Но сегодня Также судьба Сыграла злую шутку С ним Сломал скрепление И он выбывает Из борьбы Надеюсь Сможет найти Дополнительную лыжу И доехать до финиша Но мы возвращаемся В борьбе За первое место За лидерство У женщин 20 километров До финиша Мария Бьергенс Вновь выходит вперед И вновь Задает высокий темп Но Лин Курсгрейн Все-таки Не робкого десятка Очень цепкая девушка И держит этот темп Они все дальше И дальше уезжают От преследователей Наверное Там уже более минуты Отрыв Да Одна минута Шестнадцать секунд Сейчас Согласно данным Датчиков GPS От Иды дали Причем Ида там Судя по всему Еще и отъехала Чуть-чуть От Эмили Флеттен Катаржины Смутной На 10 секунд Возможно Что Какие-то тоже Уже начинаются Трудности У Смутной У Флеттен Это уже Семидесятый Километр Дистанции Здесь уже Действительно Усталость Накопилась Уже Мышцы Не такие свежие Их начинает Порой подергивать Судорог И тут Важно Вовремя Добавлять Различные Пищевые Добавки В том числе И соли И так далее Многие едут С солевыми таблетками Ну или С какими-то Подобными Веществами Что называется Ну да Из-за повышенного Потоотделения Очень много Микроэлементов Вымывается Из организма В том числе Из мышц И вот Различные Магниевые Или солевые Таблетки Очень помогают Как раз Восполнять Недостающие Микроэлементы В организме И не давать Чтобы спазмы В мышцах Не появлялись Тем временем Уже В местечке Хёгберг Появляется Опять слово Берг Мы видим И это значит Что здесь Тоже будет подъем Он конечно Небольшой Не такой крутой Например Как на этапах Кубка Мири Или на чемпионате мира Но Все равно Здесь За 19 метров До финиша Рельеф Идет вверх И опять-таки Говоря о том Что мышцы Уже не такие свежие И эти небольшие Пологие подъемы Уже начинают ощущаться Как какой-то Альпы де чермис Да Мы видим Табличку Спринт 100 метров Но Этот спринт Не несет Каких-то дополнительных Бонусов В виде Очков Спринтерский зачет Но несет Какую-то Финансовую выгоду Хотя и небольшую От организаторов Соревнований Ну и на первой позиции Здесь Сейчас На этом Подъемчике В этом спринтерском Ускорении Показывается Антон Карусон Ну и он Вот эти вот Эту сумму И Получит Ну девушки Не совсем далеко Отстали Однако Все равно Им придется Уже идти Своим темпом Но совсем скоро Возможно Их догонит Уже Более Более массовая Группа Спортсменов Группа Преследований И вот там Есть у них Шанс Усидеть подольше Затесаться В тесные ряды Мужских Лыжников Мужчин И Что-то Изменить Именно Своем Очном Противостоянии Между Линкорсгрейн И Марит Бьёкли Посмотрим Как здесь В Хокберге будут идти И российские девушки Сейчас лучшая Из россиянок Сегодняшняя именинница Анастасия Власова Она В начале Второго десятка На 14 позиции Держится Дина Некрасова 17-я Но она уже Как и Ольга Царёва Потеряла контакт С группой Где Сейчас бежит Анастасия Власова Отставания Уже большие Дина Некрасова Проигрывает Более 7 минут Ну а Ольга Царёва Уже Еще больше Уступает И хочется обратить внимание На пятой позиции Сейчас идет Немецкий лыжник Томас Бинг Постоянный представитель Сборной Германии На этапах Кубка мира На чемпионате мира В этом году Он не принимал участие У себя дома В Аберсдорфе На чемпионате мира Но вот Решил попробовать себя В марафонской серии И довольно неплохо Пока на пятой позиции Держится И легко идет Перепрыгнул Через финишную черту Вот этого промежуточного Финиша В этой отсечке Посмотрим Что будет на финише Я думаю Это возможно Даже дебют В этой серии Марафонская У Томаса Бинга Очень сильный Немецкий лыжник Вот повторюсь Что многие С Кубков мира Элитные лыжники Готовы принимать Участие В этих марафонских сериях И тем самым Продлевая свое Пребывание На международной арене На самых высоких уровнях Одну минуту Сейчас проигрывают Лидерам Преследователи У мужчин Ну а что касается Женщин То вот мы посмотрим Ида Дальда Здесь появляется И она третий Проходит Составанием Полторы минуты Ну а что касается Томаса Бинга То да Он действительно Дебютирует сейчас В серийский классик С марафонов Пока еще не бегал И сразу 90-километровый марафон Чтобы не мелочиться Из огня Да в полымя Ну вот Да Смотрите Ида Даль Уезжает На почти 20 секунд От Эмили Флеттон И Катерины Смутно И Это преимущество растет И становится Более комфортным Однако 20-секундное Преимущество Можно так же быстро И растерять Особенно на таком Утомлении Когда уже Восьмой десяток Километрах Проходят спортсмены И здесь уже Счет может легко Пойти не на секунды А на минуты И порой Вот на этих Последних Десяти километрах Если Что называется Приуныл То вот тогда Можно на этой грусти Очень-очень Серьезно Отстать И подъемчики Вот эти небольшие Подъемы Начинают очень тяжело Даваться Как сейчас тяжело Они даются Тея Кроконмурут Из команды Кафе Брюгерит Команды Кафеваров Да Отставание Становится Уже Заметным Надеюсь Эти подъемчики Даются по-прежнему Легко Нашему лидеру И единственному Представителю Команды Русская зима В группе лидеров Ермилу Вокуеву Но вот Сейчас все больше И больше Он позади За спинами Соперников Может быть Как раз Копит силы Для финишного Решающего рывка Очень хочется В это верить Торас Лагердалин Лидировал Какой-то Промежуток Сейчас отходит в сторону И пытается Подгонять Какими-то словами Давайте ребята Работать Чтобы нас не догнали Но ему надо было Выучить язык Коми Которым отлично Владеет Ермил Вокуев Чтобы Ермилу Как-то Подсказывать При этом Еще и подсказывать Что-то Или говорить с ним Подсказывать Так чтобы еще не понимали В том числе И участники команды Русская зима Ну по крайней мере Большинство Но это все Конечно шутки И тем не менее Вот сейчас Третью позицию Ермил легко отдает Как раз Турасли Ердалину То есть Вот все время Норовит Четвертым Последним Сидеть в этой группе Ермил Что это Пока не ясно Будем надеяться Что с силами Все в порядке У Ермила И он будет Оставаться в этой группе И будет бороться Уже в четвертый раз В этом сезоне За медали Ермил Воков Выигрывал Тоблых картинок Был призером Марчелонги И Езерский Пятьдесятки Но вот последние гонки Три гонки подряд Он все время В призах Нужно продолжить Эту серию И сегодня Ох как хочется Чтобы Ермил И сегодня Замечательно выступил Но вот мне кажется Вассал опыт Начинается именно сейчас Менее 20 километров До финиша Все уставшие Вымотанные Лыжи Также уже набрали И грязи И воды И начинает работать хуже Солнышко Беспощадно топит Лыжню И чтобы Посмотреть Как же будут развиваться На последних километрах Дистанции Вот эти события Мы сейчас делаем Небольшую паузу Вернемся И уже надеюсь Дальше Самое интересное Будет развиваться На наших глазах Вернемся 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 Возвращаемся на Вассалопед Легендарную лыжную гонку Уже 100 лет история этой гонки 500 лет назад по этому маршруту Исцелена в Муру 90 километров протопал шведский король Густав Васса И по следам короля За королевскими призами Сейчас отправляются лыжники Сильнейшие марафонцы мира И здесь сейчас четверка лидеров Ведет борьбу за победу Но сейчас на наших экранах Группа преследования В которой в лидерах идет Максим Валикжанин А также обладатель желтой майки Эмиль Персон И брат Терезио Хау Но отрыв очень большой Около одной минуты У него довольно неплохо дела Претендует он В борьбу за пятое место Хотя вот этот минутный отрыв Возможно и отыграть Потому что 20 километров Большое расстояние А учитывая Сколько уже позади За спинами У спортсменов То велика вероятность Что кто-то из впереди Идущих все-таки Не сдюжит Силы закончатся И резко покинут И просто остановятся Но вот у Макса Но вако не силы подвели А подвел в инвентарь Во время падения Получается Ну просто сломалось у него В итоге крепление Вылетело и так далее Ну и Пришлось ему Получать Получается Заменную лыжу Одну лыжу Заменить можно Особенно в случае Технических проблем Каких-то Кстати говоря Даже вот после Поломки лыжи Получается Да В 2002 году Вторым финишировал По-моему Норвежец Фруда Эстил Несмотря на Неудачное начало Гонки Так что такое бывает Это может даже Помочь На адреналине Можно даже потом И догнать Кого-то Несмотря на проблемы С инвентарем Да Ну конечно Картинка В любом случае Очень радует глаз И мне кажется Вот лично мне Хочется сейчас Пойти Выйти на лыжи Прокатиться по лесу Потому что Посмотрите Ехать в лесу Когда постоянно Меняется Вот этот вид Перед глазами Вообще Лыжный спорт Очень полезный Для организма Для каждого Жителя нашей страны И всех И детей И взрослых Отличная кардионагрузка Свежий воздух Поэтому Пока есть возможность Друзья Выходите на лыжню Катайтесь Сам я лично Завтра Прийму участие В Уфимском Марафоне Который Впервые Будет В рамках Серии Раша Лопыт Поэтому Все кто в Уфе И кто еще может Приезжайте На этот марафон Принимайте участие Разные дистанции Для всех желающих Разного уровня подготовки Ну и Пока лежит снег За окном Катайтесь на лыжах Занимайтесь спортом И вообще Ведите здоровый образ жизни Показывайте своим примером Для своих детей Как нужно Проводить свой досуг Ну и сейчас Показывает своим примером Как можно проводить Воскресенье Александр Гребенько Из Мурманской области Он сейчас В этой группе Вот в комбинезонах Цветок джель Это комбинезоны Команды Русская зима Которая потрясающе Представляет Россию В этой Профессиональной Марафонской серии Сейчас на третьем месте В общем зачете Команда Русская зима Ну и уже Есть немало призовых мест Вот Которые завоевал Вот этот парень В клетчатой майке В синем комбинезоне Это Ермил Вокуев Из республики Коми Который Начинал заниматься В том же Регионе Что и Раиса Сметанина В селе Мохча Тренировал его там Алексей Ануфриев Ну и вот Раиса Сметанина Олимпийская чемпионка Многократная Тоже всегда Болеет за Ермила В этом сезоне У Ермила есть победы Два призовых места На тех же гонках Отмечался Кстати говоря Призовыми местами И тур Асли Ердалин норвежец У которого Два серебра В этом году Ну и конечно Обладатель Вот этих Очков авиаторов Он сейчас за кадром Как раз перед нами Он мечтает Тоже о победе Но Ермил Может ему помешать В общем это противостояние Должно стать украшением Финала этой гонки Хотя еще Впереди 13 километров По меркам возлопит чуть-чуть Но по меркам обычной гонки Это вполне себе Самостоятельная Полноценная гонка Биатлонисты вообще меньше бегают Обычно Да, но самое главное Сколько уже позади И в каком состоянии На эти последние 13 километров Подъезжают спортсмены У кого-то еще есть силы А у кого-то они Практически на исходе Вы посмотрите Вот все-таки девушки В эту группу Преследования мужчин Влились довольно плотно И тесно И вот Линк Орсгрейн С Марит Бьорген Сейчас за спинами у мужчин За третьим номером Торлейфов С Сурстедом Прошлогодним бронзовым призером Вассалопет И Сейчас будут Максимально долго Ехать за ними Держаться Возможно до самого финиша Хотя это будет сделать сложно Потому что группа все равно состоит Из довольно сильных лыжников В которой Есть несколько представителей Нашей команды Вот 121 номер Александр Гребенько Впереди идет Максим Валикжанин Ну а остальные ребята К сожалению Отстали И Не справились Наверное Дмитрий Баграшов После долгого Тяжелого переезда Из Сыктывкара Трехдневного С множеством приключений Не сумел восстановиться Полностью А у Алексея Шемякина Дебют этого сезона Первый старт Серии Висманский Классик В этом году Тоже не задался Практически с самого начала Но вот Компанию ему В этом дальнем отрыве Составляют также Именитые лыжники Наверное Ехать ему не скучно Но самое главное Что в лидирующей группе Есть представитель нашей команды И Против него борются Также Лишь по одному Спортсмену От каждой команды То есть Какой-то командной тактики От соперников Ожидать Не приходится Каждый будет биться За себя За свою команду Ну и Надеемся Что у Ермила Опыта его победного Уже предостаточно Чтобы Именно Одержать И разложить силы Так Как нужно Для того Чтобы приехать первым Пересечь финишную черту И одеть этот Заветный Венок на шею В шведском городе Мура И кстати говоря Еще и можно будет Желтую майку лидера Тогда Примерить Потому что мы видим Что Эмил Персон Там потерялся Как собственно говоря Мы и Предполагали Ну Потому что он До этого В прошлом году Не слишком здорово Выступал Сейчас Эмил Персон Все таки Вот Отстает уже На больше чем минуту Ну Как потерял Он конечно Может там пятым Финишировать У него Хорошее финишное ускорение Но Отставание увеличивается И в любом случае Большой суммы баллов Эмил Персон Сегодня не получит Но Опять же Самому Ермилу Надо здесь тоже Максимум собрать Чтобы Претендовать на эту Первую позицию А сейчас мы видим Не так-то просто Включается Включается Ердалин И У него Появляется Небольшой отрыв Просвет есть Да Только Антон Карлсон Сумел уцепиться А Ермил Дает небольшой просвет Который потихонечку Растет Посмотрим Насколько это будет фатально Также мы увидим На экранах Что Марит Бьорген Едет одна Одна Но Вопрос Одна Она сейчас лидирует И ушла От Лин Коржлен Или нет Потому что мы видели Они сейчас Хотя нет Лин Коржлен В этой же группе И все-таки Они не одни Они по-прежнему С мужчинами И сейчас Я думаю У женщин Как раз таки Темп возрос И Лин Коржлен Как раз таки Пользуется своим опытом Вот этим Марафонским Вот этот просвет Пользуется Уже на 20 минут женщин Соответственно, вот они 3 часа ровно находятся На дистанции женщины Уже 3 часа 20 минут Но и Сейчас кризис небольшой Начинается у Марит Бьорген Триумфального возвращения Мы, наверное, все ждали Но вот сейчас Все-таки тренировки по 4-6 часов в неделю Ну или там 10-15 Как было последние полгода Этого может быть недостаточно, чтобы Претендовать на победу Но на серебро, в любом случае, шансы очень высокие Потому что отрыв более 2 минут от Иды Даль Но, к нашему счастью Все-таки Ермил Вогуев, мне кажется Сокращает отрыв И, смотрите, он один подъезжает Без Ветля Тули Который, кажется, уже отстает Силы закончились Ермилу также тяжело Некий кризис, который он, надеюсь, преодолел Сейчас сделаем небольшую паузу Выдохнем Надеюсь, что этот кризис уже не вернется к Ермилу Поэтому не переключайтесь Совсем скоро будем с вами Ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заключительные 10-11 километров В 90-километровой королевской гонке В Ассалопе Мы возвращаемся в шведский регион Даларна Исцелена в Муру 90 километров преодолевают Лыжники и лыжницы Что тоже важно Женщин сюда долго даже не пускали И вот сейчас мы видим на наших экранах Лин Коржген, которая Пытается не отпустить пилотон мужчин И уходит За счет этого уходит от Марит Бьорген Знаменитой, великой и ужасной Марит Бьорген 18-кратной чемпионки мира 8-кратной олимпийской чемпионки Да, 5 секунд сейчас Разрыв, но похоже он продолжает увеличиваться Да, отрыв небольшой И если бы Лин Коржген сейчас потеряла Контакт с мужчинами То, скорее всего, Марит Бьорген Отыграла его Но Лин Коржген зубами просто Цепляется Как будто на жесткой сцепке Идет с этим пилотоном И понимает, что это ее спасительный круг Это единственный шанс Который Может дать ей возможность победить в третий раз И хотя у Марит Бьорген колоссальный опыт Но больше опыт кубковых гонок Чемпионатов мира и олимпийских игр У Лин Коржген опыт именно марафонских гонок Особенно Васса Лопет Где у нее уже есть в кармане За плечами две победы Все-таки, возможно, сейчас он сыграет именно решающую роль Ну и то количество тренировочных часов Тоже, наверное, скажется Потому что Марит Бьорген последние три года Все-таки, ну, не на печи лежала Но все-таки тренировалась гораздо меньше, чем она привыкла А тут выносливость Когда дистанция аж 90 километров Конечно, превыше всего Ну вот нам показывают результаты Идущего сейчас на первом месте Антона Карлсона Не такие уж впечатляющие результаты То есть практически на уровне десятых-двадцатых мест Но сейчас Антон едет к своему первому подиуму Возможно, в этом сезоне Да, да, и вообще первому подиуму в карьере В гонкинский классик Раньше он считался больше спринтером Который боролся за именно промежутки в спринтерском зачете И выигрывал спринтерский зачет по итогам сезона Однако Сейчас, видимо, добавил как раз выносливости Очень много тренировался, готовился И на очень таком важном старте Васса Лопет Сейчас лидирует И очень уверенно, хорошо выглядит Достаточно такие резкие движения Видно, что никакого кризиса он не испытывает Он единственный, кто так легко поддержал ускорение Торасла Гердалина Даже в отличие от Ермила Вокуева Но сейчас уже тройка лидеров Ветля Тули отстал Скорее всего, окончательно И вот эта тройка будет разбираться на ближайших 10 километрах А посмотрите, Лин Корсгрен Ей мало уже сидеть за спинами мужчин Она пытается сделать небольшое ускорение Может быть здесь есть небольшой просвет Вот эти, может быть, два человека чуть-чуть отстают Как раз сами отстали, да, видимо И она попыталась переложиться в группу Но почувствовала, как это тяжело Да, почувствовала, что за спинами сидеть лучше и выгоднее И как бы 10 километров-то все-таки впереди еще и проехать нужно И на самом деле тут, да, перебирать с интенсивностью опасно Потому что еще 10 километров И там может вырубить тоже очень серьезно И вот так вот, сидя все равно за попутчиками У нее лучшая ситуация, чем у Марин Бьоргин Марин Бьоргин-то сейчас одна, вынуждена там идти И помощи ей ждать не от кого Хотя рядом и есть вот этот лыжник Но может быть ей стоит попросить этого лыжника С антенной за спиной и рюкзаком Выйти вперед, полидировать и подтащить ее Но это запрещено, да То есть какая-то помощь или лидирование умышленное такое Оно запрещено в спорте, особенно в лыжном спорте И поэтому только если есть силы Цепляйся за впереди идущим соперником Ну вот так вот специально делать запрещено Кстати, на морально-волевых пока еще держится В зоне видимости Марин Бьоргин И поэтому еще пока вот окончательно ничего не решено Но вот у мужчин тройка в Элдрисе Следующая Ермил Воков, Турасли, Ердалин, Антон Карлсон Кстати говоря, о Карлсоне стоит отметить, что шведы Которые не отдавали норвежцам побед на протяжении первых Вот 85 практически лет Не побеждали у себя дома на этой легендарной гонке Которой каждый уважающий себя швед считает обязанным принять участие Так вот, шведы не выигрывали, получается, уже 8, даже 9 лет В 2012 году, тогда, когда как раз был установлен рекорд Йорген Бринг, преодолев эту дистанцию за 3.38, стал последним на данный момент шведским победителем Он три раза подряд побеждал, но и вот затем норвежцам отдали инициативу шведы И, конечно же, любой швед, который, наконец, прервет эту гегемонию норвежцев Станет национальным героем И вот этот шанс сегодня есть у Антона Карлсона Но, возможно, эту норвежскую гегемонию прервет не швед, а русский россиянина Ермил Вокуев Посмотрим, в этой тройке как раз есть один и норвежец Торас Лагердалин, которого нет за плечами побед на вот этом шведском легендарном марафоне Басалопет Посмотрим, группа преследования, большая группа, уже менее, конечно, многочисленная, чем до этого Но в ней идет Максим Валежанин и отстают они на минуту 0.8 То есть расстояние они не могут сократить Если раньше было 59 секунд, затем немного более минуты Сейчас минута 0.8 И, действительно, наверное, все идет к тому, что тройка, эта тройка будет биться за победу Но вот активней всех ведет здесь себя Торас Лагердалин, который постоянно делает сильные рывки А мы видим, что Александр Гребеньков все-таки тоже теряет контакт вот с той группой большой преследователей И сейчас он возглавляет эту группу преследований, но в которой практически там рядом и женщины тоже, да Но все-таки мы видели, что и женщины тоже отвалились, скорости возросли И вот сейчас только вот в окружении этих двух мужчин Это, наверное, Габриэль Хьюлинг из команды Энчкон, а также еще кто-то Ленин Коржган проходит Она поняла, что здесь ей лучше пока тянуться вместе с ними, а не пытаться в первой группе усидеть И вот 12 секунд разделяет Коржган и Бьорген Еще не все потеряно для Бьоргена, мне кажется, шансы еще есть Всего 12 секунд, это действительно очень шаткое преимущество И еще почти 9 километров впереди, поэтому вся борьба у женщин впереди И так же, как и у мужчин, посмотрите, очередной рывок от Торасла Гердальна, который очень тяжело дается Ермилу Вокуеву и Антону Карлсону И посмотрите, отъезжает, отъезжает уже порядка 10-15 метров Антон Карлсон позади Еще за ним столько же Ермил Вокуев Ермила очередной кризис, посмотрим, сумеет ли он преодолеть его Здесь практически уже не остается длинных спусков, на которых можно восстановить силы Затяжная равнина, которой только работать, работать и работать Когда сил немного, хочется, конечно, передохнуть Но эта равнина идет все-таки чуть-чуть вниз под уклон, поэтому тут можно еще воспрять духом, но главное, чтобы вы же работали Да, ну вот смотрите, опять небольшой бугорочек и насколько часто и активно толкается в него Торасла Гердалин И немножечко подзатягивает Ермил Вокуев И даже на таком небольшом 50-метровом подъемчике Ермил, мне кажется, еще одну-две секундочки отстает Будет видно совсем скоро, но вот есть пару, не знаю, секунд, десятков секунд передохнуть Крутой такой спуск с выкатом И дальше будет уже практически равнина без спусков Будет сложнее и сложнее все И сейчас у Ердалина есть небольшое преимущество Но Ермил Вокуев по-прежнему сражается за медаль Он уже три раза подряд поднимался на подиум Стартовский классик в этом сезоне Уже есть победа на Тоблах, картина, призовые места на Марчелонге и на Езерской 50-ке И, конечно же, сейчас нужна поддержка За Ермила сейчас, кстати говоря, безусловно переживает его семья И супруга Ольга Репницына, известная лыжница и дочь Аглая Ну и, конечно же, олимпийская чемпионка, четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сбданина Землячка Ермила Вот выглядит сейчас как основная группа, 20 человек Александр Гребенько вторую группу преследования возглавляет Но это уже 14-я позиция Ну и Максим Валикжанин получается в первой группе Ну посмотрите, даже снегоход уже не справляется Съезжает на обочину, застревает Погас там свет Да, потому что чуть не сбил снегоход Этот от скорости улетел в сторону От скорости Турасла Гердальна Высокая скорость и он так уверенно уходит Мне кажется, на каком-то кураже сейчас, на эмоциях он Потому что остается менее 7 километров, 6 километров с половиной И он наращивает свое преимущество А самое главное, что Ермил Вокуев не может даже приблизиться к Антону Карлсону Чтобы, может быть, вдвоем поработать, вдвоем сменами И подъехать к Гердалину Но нет, едут каждый поодиночке Каждый борется сам с собой в первую очередь Ну и с соперниками Сил уже практически нет И уже в любом случае на морально-волевых Вот последние 5-6 километров Довольно легкие по рельефу Но после 85 километров, 84, конечно Никакой легкости уже нет и в фамилии Кстати говоря, насчет рекордов Судя по тому, что мы видим сейчас Вот эти 10 минут, это не отставание от рекорда Наоборот Наоборот, на 10 минут быстрее идет сейчас Потому что, ну, 6 километров пройдет там за 20 минут Как раз, наверное, я... Даже менее, я думаю, порядка 15-15 Да, и, соответственно, 3 сейчас из расчета 3-18 Тогда идет по дистанции Гердалин И как жаль, что, скорее всего, не засчитает это официальным рекордом Потому что чуть-чуть была видоизменена трасса Ну, и, соответственно... И не получит он свой суперприз А автомобиль Да Но... Самое главное, мне кажется, для Гердалина это выиграть И... Кстати, он еще ни разу не побеждал на Васалопе Да, на Васалопе И вот заветный титул Вот этот очень престижный титул И самое главное, победителя Васалопе Самое главное, финишировать ему свинком на шее Пересечь эту финишную черту Которая, кстати, сегодня будет также немножко сдвинута На 400 метров раньше, чем обычно Из-за отсутствия снега А также из-за того, что невозможно Участие вот этой 15-тысячной Всей аудитории, желающих на марафоне Организаторы приняли решение Не засыпать центральную улицу города Мура Снегом, по которой обычно проводился финиш И финиш перенесли ближе к стадиону города Ближе к лесу Где уже более натуральный снег лежит И... Именно вот финишная прямая Намного укороченная А вот как раз на финишной прямой Последние годы и были основные разборки Зачастую там выигрывались медали С третьих-четвертых позиций И она такая очень затяжная, тяжелая Но вот Гердалин решил Не доводить до греха Не доводить до греха и до конца И определиться с победителем гонки Уже сейчас за 5,5 километров до финиша Тут, конечно, еще тоже может И прийти кризис Всегда можно После того, как 85 километров проехал И получить какие-то судороги Частенько сводит мышцы Но я думаю, Гердалин Он прекрасно понимает, что он делает И избавляется от попутчиков заранее Хотя, между прочим, в этой группе У него тоже очень хороший финиш Он, собственно говоря, и когда выступал в Кубке мира В спринте отмечался всегда неплохо Но и вот мог бы постараться Свой супер спринт продемонстрировать в конце Но сейчас он видит, что Оглядывается, видит, что все соперники отстают И Антон Карлсон, и Ермил Вокуев И это ему еще больше придает сил Ну, вообще, все трое соперников Которые сейчас борются за призовые места Очень сильные спринтеры Очень сильные финишеры Каждый из них мог бы победить И в финишной разборке Но вот Гердалин чувствует Именно, что дистанционный сейчас посильнее чуть-чуть И даже, несмотря на то, что сил наверняка и у него почти не осталось Но эмоционально, вот этот его подъем эмоциональный То, что он сейчас лидирует и потихонечку начинает отрываться Это его подстегивает и несет на крыльях, наверное, к его победе 8 секунд от Антона Карлсона И 15 от Ермила Вокуева Мне кажется, Ермилу можно постараться еще приблизиться к Антону Карлсону Побороться за второе место Хотя, возможно, все еще и 15 секунд даже до победы Это не так далеко Вот так вот выглядел 500 лет назад король Густав Васа Ну, может быть, борода не такой седой была Но такая же шляпа, такая же вот эта одна палка в руках Но и вот уже в море здесь обычно Здесь очень много народу Здесь настоящий фестиваль Здесь красота Здесь, конечно же, традиции Ну, и вы видите, уже венок готов Уже готов вот этот вот, так сказать, в костюме короля Лыжник встречать победителя Но кто будет победителем? Да, и кто получит венок от мисс Мура От самой красивой девушки 2020 или 2021 года Этого небольшого шведского городка Мы посмотрим Возможно, вот этот вот, да Коротко стриженный Или почти лысый Лыжник из Норвегии Очень похож на известного актера Джейсона Стэтхэма Часто с ним сравнивают Ну, вот его стиль Именно внешности Очки такие очень красивые, интересные, необычные Пока что ведут его к победе Но получится ли у него? Совсем скоро мы узнаем Сейчас сделаем небольшую паузу Чтобы смотреть финиш уже Мужчин, женщин И не переключайтесь Совсем скоро мы вернемся к вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ох, как жарко становится в этой гонке. Три километра до финиша и жарко Торасто Гердальну, который остается без шапочки. Но его темп, конечно, позволяет ему не остыть. Он очень активно отталкивается сейчас и преимущество его растет на глазах. Уже не видно ни Антона Карлсона, ни Ермила Вокуева, которые были совсем недалеко, менее 10 секунд позади. Но мчится к своей победе, похоже, к первой победе на 97-м Вассалопад. 90-километровой гонки в Швеции в легендарном марафоне Торасто Гердалин, норвежский лыжник. Но Ермил Вокуев тоже здесь неподалеку. Просто здесь нет трех снегоходов, но вот согласно той информации, которую мы получаем с трассы, там вот он идет уже вместе с Антоном Карлсоном. Посмотрим, когда уже мы увидим это все воочию. Но в любом случае на медали сегодня, так же, как и на трех предыдущих гонках, серийский классик замахивается Ермил Вокуев из республики Коми. И, конечно же, за него болеет и вся республика Коми, и вся страна. Ну и будем надеяться, что, может быть, на последних трех километрах какое-то чудо сможет здесь сотворить Ермил. Пока он третий, ну а лидирует Торасли Гердалин, знаменитый норвежец, который всегда славился своим вот этим экстравагантным стилем и любовью к очкам-авиаторам, но и, наверное, и любовью к победам на марафонах, марафонским гонкам. Да, действительно, раньше Торасли Гердалин выступал в сборной Норвегии, был призером чемпионата мира в Холмин-Колине в 2011 году на марафоне. Очень сильный лыжник, но в свое время перешел и попробовал себя в марафонской серии и сразу стал выступать очень успешно. Несколько сезонов подряд одерживал победу в общем зачете. Но Вассолопыт никак не покорялся ему и вот, надеюсь, он надеется сегодня. Мечта его сбудется уже за другую команду. Последние годы он выступал за команду Рагда Эйндом, которая зачастую побеждала. А вот Ермил Вокуев за команду Русская зима также ни разу еще даже не выступал на Вассолопыт. И с первого раза, с первой попытки Ермил, похоже, что близок к тому, чтобы занять призовое место. К сожалению, все-таки вот эта информация с трассы насчет датчиков GPS оказалась не совсем верной. Все-таки не смог догнать Антона. И видно, по движениям сейчас чуть-чуть уже тяжело, тяжело вот эти подъемчики даются Ермилу. А Ердалин выглядит посвежее чуть-чуть, хотя он тоже уже отнюдь не свеж. Тяжело всем в любом случае. Представьте, что практически 88 километров позади. 3 часа 22 минуты уже спортсмены в пути. И практически без перерыва работают, работают и работают. Насколько тяжел этот труд и остается совсем немного 2 километра. Антон Карлсон все-таки пока не может Ермил его догнать. Также работает активно. Также силен сегодня. И впервые, возможно, в своей карьере он поднимется на подиум. Заедет в тройку сильнейших на марафонской гонке, в которых уже давно выступает. Но больше считался спринтером. А сегодня на одной из самых длинных марафонских гонок. Пока что идет на второй позиции за 2 километра до финиша. Ну а что касается Ердалина, то он не только на Восолопе не побеждал. Но он и вообще уже 3 года не побеждал. Последняя победа у него датируется апрелем 2018 года. Да, после этого вторых мест было много, как у князя Серебряного Максима Валикжанина. Но первых мест не было давно. Но, да, в свое время он побеждал и на той же Марчелонге знаменитой в Италии. И на других гонках этой серии. Но в основном все-таки у него большое количество вторых мест в последние годы. Раньше, да, было там сколько у него? Три победы, по-моему, на Марчелонге или даже четыре. Но вот что касается побед в последние годы ничего не было. И, наконец-то, сейчас 37-летний Турасли Ердалин. Похоже... Мчится, мчится в своей первой победе на этом Восолопете, на легендарном. Но соскучился по победам. По победам соскучился однозначно. Двукратный чемпион мира. Да, двукратный чемпион мира, тем более. Но вот Восолопет и сегодня ему покорится. Мы видим, как прокладчики трассы, да, так называемые, прокатывают финишные лыжни, которых будет четыре, а, возможно, даже больше. Хотя, как мы видим, лыжнями это никто не пользуется сегодня. Сегодня быстрее ехать между лыжней. И сегодня Турасли Ердалин вообще, получается, устанавливает рекорд трассы. И как жаль, что трасса чуть-чуть другая. Потому что, да, там какое-то количество, может быть, минут было бы лишних, но у него запас почти 10, даже больше 10 минут. И, скорее всего, была бы обычная трасса, то все равно был бы сегодня рекорд. Но вот история не знает со слагательного наклонения. Да, ну а будет ли рекорд у женщин? Вполне вероятно. Женщины также идут с огромным опережением графика рекорда. И лидирует сейчас Лин Корсгрен, которая уже все сильнее и сильнее уезжает в отрыв от легендарной Марит Бьорген. Ну, есть у нее здесь попутчик, помощник, так сказать. Да, посмотрите, уже 42 секунды. Да, Марит Бьорген, похоже, смирилась с тем, что победа ей не достанется сегодня. А Лин Корсгрен мчится к своей третьей победе на вассалопыт. И второй раз подряд. Второй год подряд, да. За последние четыре сезона это будет третья победа. Также немного остается, менее двух с половиной километров. А вот Торасла Гердалин уже подъезжает практически к последнему километру. Да, вот начинается заключительный километр. И сил ни у кого не остается. Даже у чемпиона, но подъем душевных сил придает ему вот эти крупицы, которые необходимы для того, чтобы доехать заключительные метры дистанции и завоевать столь долгожданный титул. Ну и остается действительно совсем мало времени. Все понимает уже и Торасли Гердалин, и вот эти зрители, которые по идее здесь такие нелегальные. Да, потому что вообще официально это не публичное мероприятие. В Швеции сейчас больше восьми человек собираться нельзя. Но вот здесь собрались как-то так отдельно, случайно, бежители Муры, которые, конечно же, хотят приобщиться к истории и увидеть этот исторический момент. Финиш Вассалопед 2021 года. Гонка проводится уже 99 лет. Уже эти 90 километров стали просто частью какого-то национального эпоса Швеции. Да и вообще во всем лыжном мире. Первое воскресенье марта – это самая важная дата. Самая массовая, культовая, легендарная гонка завершается в Муре прямо сейчас. И победу здесь впервые в своей карьере празднует двукратный чемпион мира Торасли Гердалин. Многократный победитель Марчелонги. И вот теперь в список своих титулов он добавляет и венок на… Помимо того, что Торасли Гердаль ни разу не был победителем, он даже ни разу и в тройку не заезжал. Четвертые, пятые, шестые места. Вот сейчас он преодолел небольшой мостик, очень тяжелый, когда к нему подъезжаешь сил совсем никаких. Но он его достаточно резко преодолел с хорошей частотой, с хорошими усилиями в отталкивании. И, конечно, вот заключительный поворот, 300 метров, прямая, прямая, которая принесет ему вот эту долгожданную победу. И венок на шее будет, я думаю, греть его еще много-много лет, наверное, до конца его жизни уже. Ну и лавровый лист можно будет, да, добавлять. Запас пожизненный лавровых листьев будет после этого. Но в любом случае, главное, это, конечно, вот эта история. И опять, кстати говоря, норвежец побеждает уже девятый раз подряд. Ну а мы приветствуем здесь на финише Ермила Вокуева. Судя по всему, у него сводит что-то там, наверное, либо пресс, скорее всего. Он может сесть со спуска уже с небольшого. Ну, конечно, просто преодолеть 90-километровую дистанцию – это браво и любому спортсмену, любому человеку. А тем более победить или заехать в тройку сильнейших среди всего мира – это колоссальный успех. Ну, поздравляем Торасла Гердальна с победой. Заслуженная победа, долгожданная. Очень титулованный спортсмен. Еще один титул сегодня у него появляется. Ну, а мы ждем Ермила Вокуева, который принесет нам первый подиум за много-много лет на шведском марафоне. Да, вспоминаем победу Ивана Гаранина еще под советским флагом в 77-м году среди мужчин. Ну и также в 97-м году, правда, под австрийским флагом победу одерживал Михаил Ботвинов. У женщин дважды побеждала, кстати, Светлана Нагейкина. Ну и вот сейчас вторым финиширует Антон Карлсон. Ну и уже близится к финишу и Ермил Вокуев четвертый раз подряд на этапах Ски-Классикс. Появляется Ермил Вокуев на подиуме. Браво! Бронза у гонщика из республики Коми, из Ижимского района, деревня Гам, село Мохч. Это родина Раисы Сметаниной и еще куча крутых лыжников, в том числе Ермила Вокуева, воспитанника Алексея Ануфри. Вот был первый тренер у Ермила как раз в Мохче Алексей. Поздравляем! Бронза! Поздравляем русскую зиму, всю команду, всю страну. Замечательный успех. Возможно, у Ермила сегодня появятся шансы даже одеть желтую майку лидера. Но вот сейчас к финишу приближается на четвертой позиции как раз Эмиль Персон, который сейчас идет лидером. Падение Томаса Бинга, немецкого лыжника, про которого мы сегодня не раз говорили. На четвертой позиции финиширует Эмиль Персон. И отсохраняет, скорее всего, желтую майку. Но Ермил Вокуев принес нам сегодня колоссальное количество положительных эмоций. Максим Валикжанин на восьмой позиции. Очень хорошая гонка, очень хороший результат. Также поздравляем его. И сегодня команда «Русская зима» получает огромное количество очков в общекомандный зачет. Напоминаем, что Ермил Вокуев сегодня выиграл и первую промежуточную отсечку, где разыгрывались очки в горный зачет. Одну из спринтерских очейчик выиграл. И его третье место в общем зачете также принесет большое количество очков в командный зачет. А вот к финишу приближается на последний мостик, карабкается Линк Ордзрейн. Мне кажется, она довольно легко еще идет, даже в сравнении с многими мужчинами. И не так далеко отстает от лидеров, которые обогнали ее практически за 15 километров до финиша. Ну и отмечаем, что здесь тоже дистанцию, получается, уже завершили и другие представители команды «Русская зима». Получается, Максим Валикжанин стал восьмым, а Александр Гребенько девятнадцатым. Хорошие результаты в двадцатке лучших на Вассалопед. Это всегда здорово, всегда круто. Ну а что касается женского зачета, то вот уже Линк Ордзрейн. Третья победа на Вассалопед. И здесь шведки, в отличие от своих соотечественников, не отдают эти первые позиции. Ну а вот легендарная Марит Бьорген тоже приближается к финишу своего первого полноценного Вассалопед. Но тоже на второй позиции. Это браво Марит Бьорген, которая вернулась после такого долгого перерыва и в сорок лет второе место на Вассалопед. Ну а Линк Ордзрейн приносит победу у себя дома, Швеции. И в отличие от мужчин, девятый год подряд у мужчин норвежцы побеждает. Но вот второй год подряд у женщин побеждает шведская. Даже нет, пятый год подряд вообще шведки, да. Потому что до этого и Брита Юханссон Орган брала две победы. В общем, только в шестнадцатом году последний раз шведки отдавали этот титул, этот венок лавровой победителя. Самой легендарной, самой массовой гонки, культовой гонки Вассалопед. Первое воскресенье марта – это дата, которую любой лыжник знает на зубок. Это самая знаменитая гонка Вассалопед, которая покоряется в третий раз линии Коржгрен. Ну и аплодисментами встречаем Марит Бьорген. Все-таки это пример, пример для многих любителей спорта, что лыжные гонки – это не только для молодых, это для всех, любого возраста. Не обязательно, конечно, 90 километров молотить таким темпом, как делает это Марит Бьорген. Но что она творила сегодня, какую она интригу привнесла в этот марафон – это, конечно, низкий поклон ей за это украшение лыжных гонок, любого старта. И поздравляем Марит Бьорген с этим вторым местом. Еще ждем, конечно же, бронзовую медалистку среди женщин. Сейчас на третьей позиции идет Ида Даль, но, правда, ее отставание, судя по всему, увеличивается. И в погоню за ней бросилась Теа Кроканмурут, норвежка, которая все-таки, может быть, и отберет эту медаль. Так что еще интрига сохраняется. Ну и в любом случае, сегодня мы поздравляем всех зрителей нашего телеканала «Всю Россию» с бронзовой медалью Ермила Вокуева из Республики Коми, который уже четвертый раз подряд на марафонах «Серийский классик» становится призером. Есть у него в том числе и победа на этапе в Италии, это облако картина. Но вот она, легендарный Васса Лопет, поднимается в тройку призеров на этот раз Ермил Вокуев. Это действительно очень круто. Давно россиян не было в тройке лучших, как Александр отмечал. Да, ну Ермил действительно настоящая звезда этого сезона «Ски классик». К каждой гонке он очень много доминирует, очень много лидирует, постоянно пытается быть впереди. И в самой гуще событий, и постоянно практически поднимается на подиум лидер настоящей команды. И в целом вся команда «Русская зима» выступает очень успешно, особенно в мужской части. Мы, конечно, постараемся дождаться женщин, наших девушек, в том числе и Анастасию Власову, которая сейчас среди наших девушек... Которая сегодня празднует свой день рождения. Которая празднует, да, день рождения 30-летия. И вот праздничное настроение пытается поддержать хорошим результатом. Но отставание от лидеров достаточно большое. Но среди наших девушек она пока на лидирующей позиции. А победитель гонки, который сегодня первым пересек финишную черту, Торас Лагердалин, наверняка сейчас улыбается под этой маской, которая прикрывает его лицо. Но мы знаем, что без улыбки, наверное, не обходится победа. Ну и сегодня мы еще раз отмечаем, что бронзу завоевал Ермил Вокаев из Республики Коми. И что я хочу отметить, что в успехах Ермила Вокаева есть и заслуга Александра Панжинского, нашего комментатора. Дело в том, что сам Ермил отмечал, что в 2014 году на чемпионате России в спринте, в прологе, Александр, пройдя пролог без мази, выиграл там очень большое количество секунд второго места. Порядка 8 секунд. Около 8 секунд. И это показало Ермилу, что за даблполингом, за прохождением трассы без мази будущее. И стал заниматься очень серьезно под руководством Эдуарда Михайлова, к сожалению, погибшего в ДТП тренере российской команды молодежной. И Ермил Вокаев занимался как раз вот именно тем, что развивал этот даблполинг, одновременный бесшажный ход. И затем стал, наверное, лучшим специалистом в России, да одним из лучших в мире. Мы видим, что Ермил 4 раза в этом году поднимается на подиум уже в 4-й раз. Невероятный успех гонщика команды «Русская зима». И команда «Русская зима» сейчас по-прежнему в тройке лучших в общем зачете, в командном зачете. И только сейчас приезжает Петер Эллисон, прошлогодний победитель. И также за ним следует прошлогодний серебряный призер Стиан Холгард, который, по-моему, последние два сезона даже занимает второе место. Но вот только сейчас они уже почти с 8-минутным, даже более 8 минут отставанием, заезжают на 36-й, на 37-й, да даже, и 38-й позиции. Поздравляют победителя и, конечно, сложил полномочия себя прошлогодний победитель. А вот бронзовый призер женской гонки, все-таки Теа Крокан-Мурут. Сумела обойти, обскакать, да, получается, на последних километрах дистанции. А хотя нет, нет, посмотрите, впереди нее все-таки Ида Даль идет. Операторы немножко упустили Ида Даль. Ида смогла, смогла удержать эту позицию, но ей было очень тяжело. Вот там Мурут уже появляется на заднем плане. Разрывы были все-таки небольшие. Но и тут, кстати, Дмитрий Баграшов гонку завершил. А бронзовый у девушек все-таки получает Ида Даль из команды Рамутын. Да, представитель команды Рамутын, который в этом сезоне девушки просто потрясающе выступает. Одерживает победы в каждой гонке, меняются между собой и очень массово представляет свою команду на подиуме. Теа Крокан-Мурут на четвертой позиции. Совсем недалеко ей немножко не хватило до призового места. Но вот подъезжают еще девушки, уже подъезжает к финишной прямой. Наверное, не так далеко и осталось до Анастасии Власовой, которая шла на 13-й позиции. Но в любом случае 90 километров гонка позади у многих уже. И сейчас много-много нужно калорий восполнять, много сна для того, чтобы уже 20 марта выйти на старт очередного марафона в той же Швеции, куда был перенесен марафон Берки Байна Реннет из Норвегии. И вот в местечке Баладалин пройдет два марафона подряд на разных трассах, но в одном и том же месте будут финишировать и стартовать. Это вот следующие два марафона 20 и 27 марта. Ну а что касается восполнения калорий, то вот есть и веселые подсчеты. Вот обычно там 16 тысяч человек стартует, но каждый завершает гонку, скинув несколько килограммов веса. И я сейчас там затрудняюсь точно сказать, но по-моему там, если все это вес пересчитать, то порядка 500 лыжников как бы пропадает, стартует. И общий вес вот этих 16 тысяч человек на старте и на финише отличается очень-очень серьезно. Но сегодня из-за того, что на старт вышло намного меньше участников, пропало также меньше. И профессиональные спортсмены на самом деле очень много питаются по ходу трассы, очень много пьют, восполняют калории уже по ходу, а не после гонки. И много геля съедается, поэтому не сильно много теряется веса в процессе гонки. Поэтому сегодня, я думаю, потеряли не так много лыжников мы. Но это все шутки. А мы сейчас видим на повторе яркие моменты победы, третьей победы в своей истории, в своей карьере Лин Корсгрейн. Да, Лин рада этой победе. И она уже просто практически обеспечила себе, получается, победу в общем зачете. В этом году по объективным причинам Брита Йоханссон Норгерен не смогла с ней побороться. Ну и в итоге в общем зачете сейчас отрывы большие. Как раз и Брита Норгерен, о которой мы только что вспоминали, легка на помине. Да. Подъезжает к финишу. Тяжелая гонка сегодня. Тяжелая гонка для Бриты. Но это ее возвращение. Также тяжелая гонка и для парня, который пытается обогнать ее сейчас в розовой майке. В розовом номере Макс Новак, который сегодня сломал крепление и выпал из борьбы за высокие места. Но он молодец, доехал, нашел новую лыжу и финишировал. Но очков много он не получит. И, конечно, в борьбе вот в этой молодежной категории будут дополнительные козыри у соперников Макса Новака. Ну а Брита Йоханссон Норгерен, да, сейчас финиширует довольно далеко. Ну и она уступает. Уступает все-таки в общем зачете много, потому что пропустила много гонок. Алина Коржген выигрывает уже, получается, более 300 очков у ближайшей преследовательницы. Ею, скорее всего, остается Ида Даль, ее подруга по команде. Но разрыв увеличивается, тем более, что Ида сегодня третья, то есть тоже здесь получила заметно меньше баллов. Ну мы видели, как сегодня, сейчас после финиша, Брита Норгерен поздравляла Антона Карлсона, своего одноклубника, однокомандника со вторым местом. И для Антона, конечно, это сегодня колоссальный результат. Никто не ставил его в число фаворитов гонки, но он продемонстрировал столь высокий результат. На финише сейчас также очень сильный лыжник, член сборной команды Норвегии. На Олимпийских играх в Сочи 2014 года призер этапов Кубка мира Крис Есперсон. Но вот сегодня гонка и у него не задалась. Ждем мы наших девушек, Анастасию Власову, также еще Алексей Шемякин на трассе. И вот, надеюсь, дождемся, посмотрим. Но финишировало уже 58 мужчин, 59-й подъезжает. Зрителей немного. Обычно вот в этом месте просто живой коридор из людей. 2-3, примерно, вот, не знаю, как слоя, что ли сказать, да? 2-3 ряда людей выстраиваются, примыкают к этому забору. Изо всех сил кричат, поддерживают спортсменов, которые уже, наверное, с мутной головой и без сил финишируют на этой длинной финишной прямой после 90 километров. Но вот сегодня пусто, пустынно. Жесткие ограничения в Швеции. Никаких массовых мероприятий. И вот это марафон, 97-й по счету. Вассалопа также не причисляется к числу массовых каких-то общественных мероприятий. И поэтому мы видим вот в костюме короля Густава Вассы, тот самый лыжник, ретро-лыжник, стоит так в одиночестве, потому что больше восьми человек собираться нельзя здесь. Но вот женщины, кстати говоря, участницы, все предписания выполняют, держатся отдельно. Но мы послушаем пока Турасли, Ердальна. Скажите о гонке. Было очень-очень тяжело. После первого подъема скорости были, ну, первый подъем очень высокий. Я мил задавал. И дальше было долго восстановиться. Хорошо, что потом темп упал. Но и здорово, что я, наконец, добился победы. Это ваша первая победа на Вассалопе. Что чувствуете? Да, это настоящий монумент. Очень крутая гонка. И приятно, что я, наконец, добавил этот титул в свой список. Как будете отмечать? Даже не знаю. Ну, и затем отправлюсь домой и сяду на карантин на 10 дней. А что скажете о следующих гонках? Собираетесь участвовать в следующих гонках в Швеции? Да, я, надеюсь, восстановлюсь и вернусь к тренировкам. Надеюсь, что все будет в порядке. И будем бороться за все эти позиции, в том числе и за позиции, в общем, зачете Ski Classics. Впереди две гонки в Швеции. Мог бы и не возвращаться, наверное, в Норвегию. А то там придется дома сидеть на карантине. А так вот через две недели гонка в Швеции в Аладальс Ренетт. Затем еще через неделю гонка в Рифелис лопит. Ну, можно было бы. Тут, тем более, кстати, недалеко, между прочим, до Норвегии. Рукой подать. Ну, что ж, мы поздравляем со вторым местом Антона Карлсону. Но, я думаю, сейчас самое время подводить итоги. Впереди нас ждет биатлон. И чемпионат мира по лыжным гонкам также продолжается сегодня полтинник. Да, возможно, мы увидим еще интервью Ермила Вокуева, которое сейчас подойдет. Но, в любом случае, мы поздравляем всех с бронзовой медалью. Впервые за много лет у нас есть подиум. Есть человек, который борется на каждой гонке за призовую позицию. Поздравляем всю страну. Поздравляем всех зрителей. Поздравляем команду «Русская зима». Обязательно катайтесь на лыжах. Перенимайте опыт наших чемпионов. И любите спорт. Живите здоровым образом жизни. На этом мы прощаемся с вами. Для вас работали все волославьевы. День на матч-тебе продолжается. Впереди гонка-преследование на Кубке Мира у биатлонисток. И затем марафон на чемпионате мира по лыжным гонкам в Обердорфе. Пока. 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 И время был perfect. Я получил отличный body today. Отличные ски. Я очень счастлив. Я думаю, что вы вычерпите большой сегодня? Попопопопопопор. Выбег.